и, зависшие позади него, ринулись вперед и перерезали их, к сожалению, я действительно тебя убью, а он довольно разговорчив, и это было именно то, чего я хотел, я бросил в него кадетский пистолет, в ответ, один из его кинжалов полетел вперед, разрезав пистолет пополам, ты отбрасываешь свое оружие, слишком рано сдаваться, ты так не думаешь? Нет, я вытянул руку, из моего плеча сразу же вырвалась магическая сила, быстро сформировавшаяся в пистолет, понимаешь ли, я из тех, кто всегда во всеоружии, десерт Ягле, первым же делом я перевел его в режим штурмовой винтовки, поскольку он не показывал никаких признаков приближения ко мне, я должен заставить его сделать это, тем временем Хок Чон все еще улыбался, я, провоцируя его чуть больше, улыбнулся в ответ, не сдерживайся, потом можешь пожалеть об этом, Как я и думал, его улыбка застыла, сжав зубы, он сбросил с себя робу и выпустил свою магическую силу, однако то, что привлекло мое внимание, было странной татуировкой на его предплечье, черный кубок и тусклая луна, теперь, когда я снова увидел этот символ, я почувствовал, что наконец узнал его, общество темной луны О, похоже, для мелкого паршивца ты достаточно хорошо осведомлен Хок Чон гордо улыбнулся, кажется, он был рад тому, что его организация известна, я усиленно размышлял над этими тремя словами, какую роль они играли в оригинальной истории, я чувствовал, что ответ вертится на кончике языка, ах, в моей голове зажглась лампочка Проще говоря, эти парни были, одними из множества лакеев группы Хамелеона Глава 196, то, что должно быть сделано, 8, группа Хамелеона обладала связями с несколькими организациями и группами, поскольку даже они не могли управлять всем на этой огромной земле Конечно, большинство из этих связей были только временными, с группой Хамелеона, находящейся в четком положении руководителя Фактически, большинство групп, с которыми они торговали, даже не знали, что имеют дело именно с их организацией Общество Темной Луны было одной из многих частных организаций, основанных в Пандемониуме Если я правильно помню, их лидер был из Англии, а сама группа была преступным синдикатом, похожим на мафию Подумать только, она слышал даже такой паршивец, как ты Должно быть, мы теперь довольно знамениты, а, хотя организации объединенных наций и несколько отдельных правительств и распространяют злонамеренную пропаганду против Пандемониума На самом деле это место не такое адское, каким они его рисовали По правде говоря, Пандемониум был городом со значительным числом жителей, среди которых были и люди В любом случае, группа Хамелеона не слишком заботилась о Пандемониуме Но вот общество Темной Луны отчаянно цеплялось за них в надежде поднять свой статус В конце концов, наличие группы Хамелеона в качестве покровителя даст им преимущество в борьбе за власть Что касается того, почему член общества Темной Луны пытался убить меня, скорее всего их нанял Ланкастер И это скорее всего верное предположение, учитывая, что Ланкастер и лидер общества Темной Луны оба из Англии Возвращаясь к этому вопросу, тот факт, что общество Темной Луны было лакеем группы Хамелеона, ничего не менял Я не мог подойти к нему и представиться как друг босса группы Хамелеона Если бы я это сделал, босс, вероятно, просто убила бы меня Тогда давай начнем, холодно сказал Хок Чон, когда его кинжалы собрались вместе Я пересчитал зависшие в воздухе кинжалы Один, два, три, семнадцать Судя по всему, он управлял ими своей магической силой Если он умело управляет всеми семнадцатью кинжалами То это значит, что по силе он по крайней мере на уровне героя среднего уровня Вперед, я позволю тебе сделать первый ход Несмотря на то, что он говорил так, будто смотрит на меня свысока Он ни в коей мере не ослаблял своей защиты Его кинжалы, пропитанные магической силой, тщательно защищали его тело Словно занавес лезвий Я не видел ни одной бреши, которой можно было бы воспользоваться Хорошо, первым делом я использовал третий лекарственный эффект Запомненный моим телом Мгновенное усиление В то же мгновение мое тело охватила волна тепла И мои мышцы сразу же вздулись Все мое тело яростно отреагировало на спонтанный прилив адреналина Вливающийся в него Наряду с укреплением моего тела Мой мыслительный процесс также ускорился Я закрыл глаза и глубоко вздохнул Отчаяние это часть смерти Я позволю тебе в полной мере испытать его Клик Я резко распахнул глаза и нацелил пистолет на этого болтающего придурка Ту-ду-ду-ду-ду-ду В то время как мой 45 патронный магазин опустел за секунду Раздался взрывной звук Но даже несмотря на такую ужасающую скорость стрельбы Хок Чон не моргнул и глазом 17 кинжалов, кружащих вокруг него Словно спутники Перерезали все и каждую пулю Клан, клан Разрезанные пули посыпались на землю Как только первоначальный взрывной звук стих Воцарилась тишина Хэм, это все? Хок Чон неторопливо улыбнулся Клиско Я щелкнул языком и зачесал волосы К сожалению, для меня он был неудачным противником Хотя я и мог стрелять пулями, достаточно мощными Чтобы разрушить его кинжалы Проблема в том, что у него их 17 Ху Однако от его рук, точнее кинжалов, я умереть никак не мог Если бы я действительно захотел победить Я мог бы сделать это в любой момент Убивающая богов пуля, мистел Тин Хотя это было бы похоже на использование гильотины для обезглавливания курицы Это, безусловно, гарантировало бы мое выживание Какое разочарование Если это все, что у тебя есть Тогда сейчас атаковать буду я Хок Чон был достаточно любезен Чтобы объявить о своем следующем шаге Я сосредоточил свое внимание на его кинжалах В то же время, на его лице появилась хитрая улыбка И его кинжалы полетели ко мне Я сразу же активировал время пуль В этом замедленном мире я уставился на летящие в меня кинжалы И почувствовал, что что-то не так Один кинжал внезапно ускорился и ринулся мне в голову Но я увидел это еще до того, как это произошло Возможно, его траекторию было легче предсказать Потому что кинжал летел строго по прямой Если я прав, второй кинжал, сейчас летящий мне в сердце Внезапно ринется мне в подбородок По какой-то причине я снова увидел это еще до того, как кинжал приблизился к моему сердцу Зная, куда и как полетят кинжалы, разбираться с ними было легко Я выстрелил Хотя я и не мог разрушить его кинжалы простыми пулями Их все еще было более чем достаточно, чтобы изменить траекторию направленных на меня атак Клан, клан, клан Когда пули столкнулись с кинжалами, раздалось еще несколько небольших взрывов Кинжалы, продолжая менять свою траекторию, все еще летели в меня Я же в свою очередь продолжал стрелять по ним Тудудук Обломки моих пуль разлетались по сторонам после удара об кинжалы Поскольку этот яростный обмен продолжился, я вскоре понял, каким образом я предсказываю его атаки Метание кинжалов магической силы и использование магической силы для изменения траектории их полета Все это в целом классифицировалось как атака дальнего боя Мой дар, мастер стрельбы, ставил меня на пик горы, называемый дальний бой Пока атака была из моей сферы, я мог читать ее траекторию, даже если атакую не я, тиска Тем не менее, моя способность видеть траектории полета отличалась от способности защищаться против без конца летящих в меня кинжалов Хоть мои глаза и могли уследить за их движениями, мое тело не могло Время пуль длилось всего 3 минуты По его истечении у меня, несомненно, будут проблемы К сожалению, летающие кинжалы не показывали никаких признаков остановки Тем временем Хок Чон неторопливо наблюдал за мной издалека Продолжая менять траекторию движения его кинжалов, я подумал о другом оружии, спрятанном в моем клейме Шило ослабление Высокий ранг Зачарование Атрибут яда Шило ослабляющее пораженную цель Зачаровано магическим эффектом высокого уровня ослабления Это был предмет, который Томир получила от одного из администраторов под нечестивым Когда ей было поручено ослабить Рэйчел Высококлассный магический эффект этого предмета должен сработать и на Хок Чона Ук Как только время пуль закончилось, кинжал Хок Чона прошелся по моему плечу Я сжал зубы от острой боли Один раз, мне просто нужно один раз воткнуть в него это шило Проблема в том, как мне это сделать И вдруг мне в голову пришла необычная мысль Магическая сила клейма Сила, которая материализовала мою волю в реальность Это было не невозможно Хотя с моим ограниченным количеством полос клейма я все еще не мог делать все что хочу Сейчас, когда у меня их уже три, можно и попробовать Я сосредоточил все свои чувства на клейме Ук Тем временем кинжалы Хок Чона снова разрезали часть моей плоти на куски Резко перегружая мои болевые рецепторы Тем не менее, я стоял на своем и сохранял свою концентрацию То, чего я сейчас хотел, это встать позади него Внезапно клеймо ярко засияло Ее голубое свечение просачивалось даже через мою рубашку Сразу же после этого, мир, казалось, перевернулся с ног на голову Как будто все вокруг меня было демонтировано и затем снова собрано Окружающее у меня пространство скривилось и изменилось В мгновение ока я обнаружил, что уже стою за Хок Чоном Я не упустил возможность, которую сам же и создал Вытащив из клейма шила ослабление, я воткнул его Хок Чону в плечо Что, хотя он и показал невероятную скорость реакции, было уже слишком поздно Я выпустил призрачного волка из своей груди Кусай, волк тут же прыгнул на тело Хок Чона Ук, че что Оказавшись под призрачным волком, Хок Чон яростно боролся Тем временем я перевел десерт Ягли в режим дробовика Едва удерживая себя от падения на землю Кейк, чтобы пистолет сменил форму потребовалось всего 2 секунды Именно по этой причине я сначала использовал шила 2 секунды были довольно длинным промежутком времени Вернись, я позвал волка назад Я увидел несколько глубоких ран на его теле Единственными недостатками призрачного волка были его выносливость и жизнеспособность Измученный призрачный волк прыгнул обратно в меня А аркх, ёпый рот Хок Чон злобно посмотрел на меня Его прежней неторопливости и след простыл Хотя он пытался высвободить свою магическую силу Из-за эффекта шила ослабления это было практически невозможно Попробуй-ка вот этого Теперь наши позиции поменялись местами Я приставил дробовик к его голове Если дело затянется, то возможно будет больно Но именно в тот момент, когда я собирался нажать на курок С тех пор, как первый курсант завершил восхождение на башню Прошло 12 часов Экзамен окончен Экзамен закончился, тем самым спасая жизнь Хок Чону Сразу же после уведомления меня поглотил ослепительный свет Я снова почувствовал, как меня переносит в другое место Я засмеялся, кто же знал, что кто-то может быть еще удачливее меня Его же звали Хок Чон, да Я неизбежно снова встречу с ним Вот тогда и разберусь с ним Мне все же следует рассказать боссу После экзамена я, безотрывно глядя на свой браслет, вернулся в зал ожидания А во, ваше понимание магической силы клейма увеличилось Была добавлена новая функция Отпечаток идеи Отпечаток идеи Сохраняет магическую силу клейма в виде определенной вами специальной идеи Вы можете хранить в общей сложности две идеи Количество магической силы необходимой для реализации сохраненных идей уменьшается вдвое Интересно Благодаря тому, как я использовал магическую силу клейма во время боя с Хок Чоном Клейму обзавелось новой способностью Я сразу понял, какую технику мне нужно сохранить Телепортация на короткие расстояния, которую я использовал в предыдущем бою Хотя для перемещения всего на 50 метров использовались две с половиной полосы клейма Я не мог сказать, что это слишком дорого Поскольку телепортация была способностью, которую можно получить только посредством дара Эй, Ким Хаджин Хаджин Я кое-что печатал на браслете, когда вдруг услышал, что меня зовут аж два человека Я поднял голову и увидел, как ко мне бегут Чен Аюна и Ким Суха Ах, Че что с твоим лицом? Как ты стал таким уродливым? Ты в порядке? Чен Аюна с обеспокоенным лицом потерла раны на моем теле Но она беспокоилась обо мне или все же высмеивала меня? Мне было немного обидно Если бы я не был в порядке, меня бы здесь не было Этот ублюдок действительно был экзаменатором Вы зачистили последний этап? Я проигнорировал Чен Аюну и повернулся к Ким Суха Должно быть, Чен Аюна уже рассказала ему, что произошло Поскольку Ким Суха выглядел таким же обеспокоенным, как и она В этот момент Чен Аюна обнаружила глубокий порез на моей талии Ва, что это, она такая глубокая Я вижу все, что у тебя под кожей По факту, она сказала Я вижу, что у тебя в коже Ицан Си Эн Сиди Йоур Скин Но это как-то бессмысленно Поэтому я чуть скорректировал Ранили вроде бы меня Так почему она так волнуется? Я спокойно смотрел на Чен Аюну Которая потирала мои руки, плечи, бока и бедра О, точно, Ким Суха, зелье Ах, я почти забыл Вот, Хаджин, это зелье для восстановления наружных повреждений Ким Суха протянул мне зелье А, ох, не нужно, все в порядке Я медленно сделал шаг назад Я действительно не хотел применять такое болезненное зелье Не говоря уже о том, что зелья для восстановления наружных повреждений были особенно болезненными Эй, не убегай Однако Чен Аюна схватила меня за руку Затем открыла зелье и смочила им марлю Ах, подожди Мокрая марля коснулась моей раны Мучительная боль пронзила все мое тело Ахук, ах, эй, будь со мной полегче Да ладно, это не так уж и больно Чен Аюна улыбнулась Хотя мне действительно было больно Когда Чен Аюна закончила лечить меня Неожиданно завибрировал мой браслет Ваше тело запомнило 1-5% лечебного эффекта восстановления ран Зелья экстренного восстановления Не знаю почему, но название зелья изменилось Может ошибка, а может Ким Суха облажался и дал не то зелье Ох, точно же, зелья восстановления тоже считались лекарством По какой-то причине я об этом забыл Внезапно я засомневался в своем собственном интеллекте Ну вот, кстати, что случилось с принцессой Рычел, она О, а вот и она Вдали я увидел плачущую Рычел Отчаянно что-то говорящую инструктору Немного сфокусировавшись Я услышал ее фразу Пожалуйста, найдите Ким Хаджина Вин Мой браслет снова завибрировал Он сегодня и вправду работает больше чем обыч Мое лицо внезапно стало таким же жестким Как деревянная доска На этот раз это было не уведомление Это было сообщение И причем серьезное Я поговорила с другими членами о запросе Который ты сделал Отправителем была босс Как только я увидел первую строчку ее сообщения Мое сердце замерло Эй, мне нужно в уборную А, но поблизости же нет туалетов Ах эй, куда ты пошел Избегая Чина Юна и Ким Суха Я отправился в самое изолированное место Которое только мог найти И сел Осмотревшись вокруг Чтобы убедиться, что я абсолютно один Я проверил остальную часть сообщения босса Результат Пять да, пять нет Чистая ничья Я сжал зубы Как я и думал Убийство Чичинуна было чем-то В чем даже всемогущая группа хамелеонов сомневалась Тем не менее В группе хамелеонов Если не учитывать свободное место Было 11 членов Но я еще не решила Как я и думал Именно босс не голосовала Да, босс Я отправил ей короткое сообщение И стал ждать ее ответа Тем не менее Она некоторое время не отвечала Я не знал Было ли это из-за того Что она медленно печатала Или она пыталась держать меня в напряжении Когда я уже потерял почти все терпение Мне наконец пришел ее ответ Маленький новичок Ты уже убил несколько человек Но тогда ты был на заданиях И все они были злыми людьми Которые заслуживали смерти Твой запрос отличается от твоих миссий На этот раз ты сказал Что сам хочешь кого-то убить Независимо от причины Если ты совершишь убийство По собственному желанию На твое сознание Опустится тяжелое давление Тон ее сообщения был торжественен Хотя У меня было сильное предчувствие Что она просто притворяется доброй Но как человек Который писал Чтобы жить Я не мог не заметить Небольшую ошибку Которая разрушила Всю серьезность атмосферы Сможешь ли ты его выдержать М, босс Мне жаль это говорить Но тут должно быть совесть А не сознание Если ты можешь Мне пришла лишь половина предложения Я не мог не подумать Что допустил ошибку Но было уже слишком поздно Опять же Это вероятно Все еще лучше Чем совершить подобную ошибку Не в переписке А в реальном диалоге В ответ босс отправила мне Вопросительный знак Ах извини Хотя я быстро извинился Босс Кажется Надулась Поскольку она больше не отвечала Чувствуя себя немного обеспокоенным Я позвонил ей К счастью Она подняла в ту же секунду Алло Что такое Ее голос был совершенно лишен энтузиазма Я с облегчением вздохнул и еще раз извинился Глава 197 Чиченун 1 Извини Я сейчас посреди экзамена Поэтому детали придется обсудить позже Ладно Кроме того Чтобы ты знал Это была опечатка А не грамматическая ошибка Когда ты на это указал Мне было немного обидно Я как раз собиралась ее исправить К тому времени Как я закончил утешать босса И назначил встречу Чтобы все обговорить Ким Хаджин Ким Хаджин здесь Один из инструкторов Прогуливаясь по залу ожидания Выкрикивал мое имя Я не знаю как Но уборная превратилась в зал ожидания А, да Так ты здесь? Когда я поспешно закончил разговор с боссом И поднял руку Инструктор сделал удивленное лицо Кахэм Рычал ищет тебя Похоже Вас двоих разделило во время экзамена Скажи ей Чтобы она не раздувала из мухи слона Это не Англия Поэтому она не может так свободно приказать нам Я поклонился Приношу свои извинения Инструктор щелкнул языком и доложил вышестоящим людям Все кадеты отмечены Затем он быстро покинул зал Я уже хотел пойти найти Рычал Но проблема разрешилась сама собой Она стояла позади инструктора Который ушел Она молча смотрела на меня Ее глаза блестели от слез Чувствуя, что я заставил ее поволноваться Из-за какого-то пустяка Мне стало немного жаль Мне нужно было первым делом найти ее Вскоре Рычал открыла рот Я искала тебя Ты должен был сказать мне Что ты в порядке Ах, прости Мне нужно было позаботиться о кое-каком деле Рычал вздохнула Затем она, едва слышным голосом, пробормотала Слава богу Ее искренность нанесла мне довольно крупный урон К счастью, это была не прямая атака В противном случае мое сердце пропустило бы больше, чем просто удар После короткой паузы Рычал снова заговорила Итак, что случилось на этом последнем этапе? Ну, я победил Э, а во, правда, против члена темной луны Она внезапно остановилась посреди предложения и огляделась Затем она продолжила, но ее голос был значительно тише Против члена общества темной луны? Ага, я избил его Ах, честно говоря, я едва перевернул ситуацию после нескольких ранений Но Рычал этого знать не нужно Вау Рычал с полуоткрытым ртом и блестящими, как драгоценности, глазами Выглядела действительно изумленной Когда я пожал плечами, Рычал кивнула, полностью приняв ситуацию С сегодняшнего дня мне придется звать Хаджина Си Мастер Да? Ах, нет, ты что? Не нужно Я хотел отказаться от отношений мастер-ученик, которые разрушились бы после единственного нормального боя один на один Нет, на самом деле я чувствовал, что один раз я смогу ее победить Рычал, вероятно, никогда не боролась против кого-то с таким количеством уловок в рукаве Мастер, пожалуйста, не надо Я почесал шею, чувствуя себя немного смущенным Кадет Рычал, кадет Ким Хаджин В этот момент к нам подошел Ким Сухек А, инструктор Ким Что с вами случилось? Инструктор класса истины был заслуживающим доверия и благородным человеком В отличие от прошлого грубого инструктора Мы с Рычал объяснили Ким Сухеку все, что произошло в комнате последнего этапа восхождения на башню В ответ Ким Сухек с серьезным лицом заявил, что сообщит об этом в академию Но руководители Куба, скорее всего, вряд ли отреагируют на это Поскольку Рычал и я были единственными свидетелями Было много оправданий, которые они могли использовать Скорее всего, они просто скажут, что этап именно таким и должен был быть Или мы неправильно поняли намерения инструктора В любом случае, вы молодцы Ким Сухек похлопал нас по плечам и ушел Еще немного помолчав, я спросил Что ты сейчас собираешься делать, Рычал Си Я, сегодня вечером я вернусь в Англию Мастер, с дразнящей улыбкой Рычал все-таки добавила слово мастер Я позаботился о том, чтобы не смотреть на ее улыбку Рычал была именно тем человеком, который будет меняться по мере того, как открывает свое сердце То, как она сейчас менялась, было слишком пагубным для моего сердца Я слегка улыбнулась и, чувствуя, что мой браслет снова завибрировал, посмотрел вниз Хаджин, Хаджин, я научилась печатать Хайн помогла мне Но когда ты вернешься, Хаджин, я хочу увидеться В последние дни Иван Дель слишком увлеклась браслетом, который я ей подарил Она даже научилась искать видео на ютубе Возможно, она скоро научится заказывать еду Нужно поторопиться и покушать с ней Первая неделя зимних каникул Внутри безымянного подземелья в горе верхний меч горного хребта Пыгду Фух, хорошая работа, Хаджин Я, валяясь на земле, услышал похвалу Ким Суха Вау, мои руки все еще дрожат Разве это было не супер весело Хотя Ким Суха отзывался о нашей недавней битве с яркой улыбкой Я был слишком потрясен, чтобы что-то сделать Боссом этого подземелья был ядовитый змей по имени Йор Это был монстр среднего ранга первого уровня, извергающий черный яд Стратегия, которую я придумал, была очень проста Как стрелок, я был бы саппортом А Ким Суха, как воин нашей команды, завязал бы со змеем ближний бой В итоге в основном все пошло по плану Ким Суха, рассекая ядовитые облака, ринулся вперед А я прострелил яру глаза Тем не менее, чертов монстр, потеряв зрение, начал буйствовать Выпуская свой яд во все стороны, он просто атаковал Не заботясь даже о собственной безопасности Если бы я ранее не запомнил лекарственный эффект противоядия Я бы просто умер, причем напрасно Вон та урна, это награда? Да, вроде бы она Это же ее защищал Йор Верно? Я заставил себя встать Но что это? Сначала я должен оценить ее Когда я протянул руку Ким Суха, ни капли не сомневаясь Передал мне урну Банка жадности Банка, полная жадности Если поместить внутрь предмет Его навсегда окутает случайный эффект жадности Это был один из предметов с рандомом, который я создал Метод использования этой банки был очень прост Нужно просто положить в нее какой-нибудь предмет И на 10 дней забыть о нем Хотя вы никогда не сможете заранее узнать Какой сумасшедший эффект будет добавлен к вашему предмету Мне, к счастью, не слишком нужно об этом волноваться Можешь забрать ее Мои мысли прервала внезапная фраза Ким Суха И мы, что ты имеешь в виду Разве это не очевидно? Я забрал Мистел Тин Так что ты должен забрать следующую награду И все же Я знал, что эту банку можно использовать дважды Все в порядке Я доволен тем боевым опытом, который получил сегодня Ах да Если ты неловко себя чувствуешь из-за этого Тогда давай вместе отправимся в путешествие Я не ответил Ким Суха Я просто лег и сделал вид, что сплю Ким Суха засмеялся А дальше мы просто молча отдыхали Вин Тишина была нарушена вибрацией чьего-то браслета Это был не мой Соответственно это был браслет Ким Суха Я повернул голову и увидел, что Ким Суха серьезно что-то печатает Увидев это, я сразу почувствовал, что знаю, кем был отправитель Снова Юнь Сона Ким Суха вздрогнул Я не мог не засмеяться, хотя это и не было моим намерением Юнь Сона и Ким Суха в итоге сблизились намного раньше В оригинальной истории Юнь Сона даже не могла написать Ким Суха, потому что Чена Юна постоянно следила за этим Вы, ребята, встречаетесь? Ха, нет, как кто-то вроде меня может встречаться со старшей Сона Если ты не достоин, то никто не достоин Одного только внешнего вида Ким Суха было более чем достаточно, чтобы заставить девушек клеиться к нему В любом случае, Хаджин, а ты хорошо меняешь тему Эн нет, я хотел вернуться к тому, о чем мы говорили ранее Насчет той поездки Тебе так нравится ездить в поездки? Нет, просто я уезжаю 20го Мы не будем видеться почти 3 месяца Ким Суха продолжил с серьезным лицом И ты также сможешь сблизиться с Наюной Также? Да, Чена Юна сильно изменилась Теперь она Нет, не то Я сменил тему А, если я также сближусь с Чена Юной Это значит, что ты, Ким Суха, тоже сближаешься с кем-то И это кто-то, Юнь Сона Эн нет, все не так Ким Суха сердито вскочил Ха-ха, вот и у меня все не так Мне не нравится Чена Юна Да и вообще, я никогда не говорил, что нравится Э, в самом деле, это нехорошо Нехорошо? Э, неважно Ким Суха быстро закрыл рот Кажется, он говорил обо мне с Чена Юной Может мне стоит позже взломать их браслеты? В любом случае, возьми эту банку Но ты должен поехать с нами в путешествие Я улыбнулся и кивнул на щедрое предложение Ким Суха Поскольку я бы никогда не смог зачистить это подземелье без него Я мог, по крайней мере, сделать для него хотя бы это Глава сто девяносто восемь Чиченун, два, семнадцатья и декабря В этот холодный зимний день я отправился в путешествие с Ким Суха Шин Джон Хаком, Ю Йон Хай, Ли Йон Ханом и Чена Юной Нашим пунктом назначения был роскошный курорт недалеко от Кенпады Прямо сейчас мы направлялись в пять звездочный отель группы Дэхён Чтобы в полной мере насладиться поездкой Чена Юна предложила добираться от Сеула до Кенпады на машине Но поскольку ни у кого из нас не было водительских прав Нам пришлось заказать лимузин Ном-ном Хотя сначала все были полны энергии После тридцать минут продолжила бодрствовать только Ю Йон Ха Ном-ном Я молча смотрел, как Ю Йон Ха счастливо ест шоколадные конфеты Это была одна из закусок, которые Чена Юна принесла, чтобы оживить поездку Хотя Ю Йон Ха сначала не проявляла к ним совершенно никакого интереса Ее поведение, когда все уснули, сделало практически 180-градусный поворот То, как она наслаждалась каждой конфетой, было довольно забавно Внезапно наши глаза встретились Ю Йон Ха посмотрела на меня и неохотно протянула мне коробку шоколадных конфет Хочешь? Нет, спасибо Хороший выбор, они не так уж и хороши Договорив, она положила себе в рот еще одну конфету Бах В этот момент лимузин тряхнула, и голова Чена Юны упала мне на плечо Аромат ее волос сразу защекотал мой нос Хэм Увидев это, Ю Йон Ха что-то сама себе пробормотала Я отодвинул голову Чена Юны в сторону Но через две минуты ее голова снова упала мне на плечо Она же не проснулась, верно? Когда я, решив сдаться и не двигать ее, снова повернулся вперед Я еще раз встретился взглядом с Ю Йон Хой По какой-то причине она смотрела на нас с грустным выражением лица Что? А, ах эм, я просто плохо себя чувствую Голова Наюны должно быть тяжелая И мым, думаю, ты права У нее слишком большая голова Я решил подразнить Чена Юну, чтобы проверить, проснулась ли она Но в ответ не получил никакой реакции Кажется, она действительно спит Через 30 минут езды мы прибыли в нужное место А именно курорт, из-за которого у меня действительно отвисла челюсть На самом деле, даже здания рядом с курортом были роскошными Конванда, безусловно, соответствовал своей известности Его ВВП соответствовал ВВП маленькой страны Следуйте за мной Чена Юна встала Как только мы прибыли, и с оживленным голосом повела нас вперед В течение следующих двух дней нашим домом был огромный номер для компаний В нем было ровно шесть спален Побросав сумки в наших комнатах, мы встретились в гостиной У нас очень плотный график, поэтому позаботьтесь о том, чтобы не потеряться Крикнула Чена Юна, радостно улыбнувшись Все, казалось, с нетерпением ждали того, что она запланировала Однако с 12.00 до 21.00 мы были вынуждены участвовать в программе из девяти занятий В которые входили бильярд, боулинг, катание на водных лыжах, плавание, горячие источники и другие мероприятия Я, например, не был уверен, наслаждались ли мы поездкой или подготовкой к Олимпийским играм 11.00 вечера Финальным событием дня стала вечеринка с барбекю На фоне живописного вида кенпады мы наслаждались мясом самого высокого качества СССС Глядя на мясо, готовящееся на гриле, я почувствовал, что расслабляюсь Ким Хаджин, там кусочек застрял Помоги мне Чена Юна, стоявшая рядом со мной, постучала по моему плечу Я обернулся и увидел кусок мяса, застрявший на гриле Я могу пожарить мясо и в одиночку Ага, нет, все остальные сидели за столом Но Чена Юна настояла на том, чтобы помочь мне готовить О, кстати, я тоже купила мотоцикл Что, в самом деле? Да, он на парковке Хочешь после еды сходить покататься? У тебя есть водительские права на мотоцикл? Да, но тебе нужно будет сесть за руль Я все еще не опытная Ой, а что это? В этот момент прозвучал дразнящий голос Ли Йонхана Что вы двое там делаете? А Чена Юна нахмурилась и посмотрела на него Заткнись, Ли Йонхан Ой, страшно Почему бы не оставить готовку кому-нибудь одному? Тебе не нужно ему помогать? Несколько раздраженно пробормотал Шин Джон Хак У него на тарелке все еще лежало мясо из прошлой партии Кажется, он был слишком занят слежкой за нами, чтобы поесть Почему? Здорово видеть их вместе В итоге, в разговор влез даже Ким Суха Шин Джон Хак пристально посмотрел на него Че что ты имеешь в виду под здорово видеть их вместе? К Ким Суха Те ты тоже заткнись Чена Юна Зайкаясь Посмотрела на меня Наши глаза встретились на короткое мгновение Но мы быстро отвернулись друг от друга К КХМ Чена Юна С покрасневшим лицом Суха кашлянула Эй, только не думай ничего странного Не буду Почему? Все и так хорошо идет Срычил Она вдруг надулась и заворчала О чем ты? Забудь Ай, Ким Суха Почему бы нам не вернуться к бильярдному столу после еды? Проигравший пойдет плавать в океане Конечно, я за Шин Джон Хак и Ким Суха запланировали еще один матч С другой стороны Ли Йон Ха Назарно смотрел на нас Чена Юна А Ю Йон Ха была полностью сосредоточена на поиске возможности приготовить себе рамен Видя все это, я тихо засмеялся Это была та атмосфера, которая требовала Саджу Ночное небо, полное звездного света Нежный грохот волны люди, без которых я теперь чувствовал себя одиноким Стоя рядом с ними, я был глубоко тронут Эмоция, которую я думал, что никогда не почувствую в этом мире Привязанность Если бы у меня был стакан алкоголя Я чувствовал, что смог бы действительно расслабиться Хлоп, хлоп Чена Юна снова похлопала по моему плечу Видишь, разве ты не рад, что приехал На лице Чена Юны была красивая улыбка Я не мог отрицать ее слов Ничего так Хех, я знаю, тебе нравится Чена Юна ухмыльнулась В этот момент зазвонил ее браслет Ах, подожди, сейчас разберусь Алло Она приняла звонок и надела наушники А, да, Чена Юна Я слышал голос, исходящий из ее наушников Да Она внезапно уронила щипцы, которые были у нее в руках В то время как голос продолжал говорить Ее руки задрожали, дыхание ускорилось, а глаза расширились от шока Он На это она остановилась Да Пациент Чиченон действительно проснулся Хотя сейчас он снова спит Чена Юна, казалось, перестала дышать То, о чем я волновался, в итоге и вправду случилось Чиченон проснулся до того, как проросло семя Я закрыл глаза Мне нужно время подумать Но вскоре Чена Юна повесила трубку и потянула меня за рукав Эй, глядя на меня глазами, полными слез, Чена Юна заумоляла Пожалуйста, подвези меня 23.30 Внутренние порталы города закрылись 30 минут назад Глава 199 Чиченон 3 В звонок из больницы было трудно поверить Но обнадеживающий голос доктора не казался лживым Моя голова, казалось, абсолютно опустела Я не могу думать Моя голова действительно полностью опустела Из-за того, что после такого долгого периода отчаяния я уже сдалась Прямо сейчас я не могла почувствовать счастье Голос доктора в моем ухе становился все мягче и мягче В моей голове начало что-то звенеть, а зрение быстро размывалось Я медленно повернулась в сторону Здесь сидел Ким Хаджин Его совершенно среднее лицо сегодня было особенно ярким Эй, даже я не уверена, о чем сейчас думаю Но я знала, что должна попасть в больницу И этот человек, кажется, единственный, кто может мне помочь Пожалуйста, подвези меня Ким Хаджин смотрел на меня пугающе тяжелыми глазами Он подслушал, вскоре он глубоко вздохнул Но прежде чем он успел ответить, раздался вопрос Юйонхи Подвези, что-то случилось А, эхм, пока я изо всех сил пыталась ответить даже на такой простой вопрос Заговорил Ким Хаджин Пошли, это не займет больше 20 минут Так он действительно подслушал Но благодаря тому, что он всегда был таким надежным и заслуживающим доверия Я смогла улыбнуться даже в такой ситуации Я думала, что у тебя только прекрасные глаза Но оказалось, что и уши тоже Мы можем поговорить об этом позже Где ты припарковала свой мотоцикл Пошли, чего, что случилось Не понимая, что происходит Шин Джонхак вскочил на ноги и спросил Ли Йонхан, Юй Йонха и Ким Суха тоже выглядели серьезно встревоженными Я побежала на стоянку, ничего им не объясняя Ким Хаджин молча последовал за мной Вскоре мы оказались перед припаркованным мотоциклом Увидев его, Ким Хаджин сразу же спросил Где ключ? Ключ? Ах, точно Ким Хаджин покачал головой Я не могла вспомнить, куда положила ключи Я оставалась идиоткой даже в такой ситуации Я и вправду идиотка Однако Ким Хаджин, не обращая на меня внимания Внимательно осмотрел мотоцикл и вскоре с облегчением вздохнул Вух, все хорошо Он зажигается смарт-ключами Умный ключ Смарт-ключ это электронная система доступа и авторизации Которая доступна либо в качестве стандартного оборудования Либо в качестве опции для нескольких моделей автомобилей Вики, смарт-ключами? Ага Ким Хаджин несколько раз что-то нажал на своем браслете И внезапно раздался звук запускающегося двигателя Прежде чем я успела выразить свое удивление, Ким Хаджин усадил меня на заднее сидение Взрывной звук выхлопа эхом отозвался на парковке Держись крепче Ага, но держись крепче за что? Не зная, что делать, я просто схватилась за подол его рубашки Сканирование В тот момент, когда Ким Хаджин пробормотал едва слышным голосом это слово Врурурум Мотоцикл с невероятной скоростью рванул со стоянки, а затем начал разгоняться по дороге Хотя тело Ким Хаджина защищало меня, сопротивление ветра все еще было слишком сильным Мне казалось, что мы едем со скоростью 400 кмч Эй, я сейчас упаду Я попыталась что-нибудь сказать, но та скорость, с которой мы двигались, попросту не давала моему голосу дойти до него У меня нет другого выбора Верно, я просто не хочу упасть Я медленно подвинулась ближе Я прислонила голову к его спине и обняла его за талию Единственная причина, по которой мое лицо покраснело, была в том, что я впервые делаю что-то подобное Вот так я и оправдывала свои действия Но спина Ким Хаджина и вправду оказалась на удивление большой, крепкой и удобной Увад, в этот момент байк неожиданно повернул в сторону Не имея другого выбора, серьезно Именно поэтому, я прижалась к нему еще сильнее Я откладывал это Хотя это и было то, что я должен был сделать Я избегал даже мыслей об этом Возможно, мне даже было интересно, почему я оказался в этом месте, имея такую задачу Возможно, я избегал реальности, делая вид, что задаюсь вопросом, действительно ли мне нужно убить Чичинуна Тем не менее, я не мог найти способ спасти Чичинуна К тому же, это было нечто, что я, как первоначальный создатель этого мира, должен был сделать Мне в лицо дул сильный ветер Под воздействием системы случайной консолидации мотоцикл Чина Юна Несся по дороге со скоростью, намного превосходящей его первоначальные возможности 400 км чили, может быть, даже больше Но даже в такой ситуации я четко ощущал, как кое-что мягкое прижимается к моей спине Из-за того, что они так плотно прижались ко мне Мне пришлось сильно постараться, чтобы сосредоточиться на дороге Поездка из Кёнпады в Сеул заняла ровно 20 минут Мы безумно промчались несколько километров и в итоге добрались до випотделения больницы Дэхён Мы на месте Я заговорил с Чина Юной, которая все еще прижималась к моей спине Однако она никак не отреагировала, поэтому я слегка пошевелил ее своими плечами Уун Чина Юна открыла глаза, рыдая Ее глаза были полны слез Я повторил, мы на месте Ах, Чина Юна в оцепенении, как будто не могла понять, спит она или нет Уставилась на больницу Я схватил ее за руку и стащил с байка Ах, ты не спишь Остальные ребята тоже должны быть в пути Даже герой не смог бы пробежать весь путь от Кёнпады до Сеула Поэтому, даже если они разбудят шофера и возьмут лимузин Пройдет не менее 1-5 часа, пока они сюда доберутся Но у нас не было времени ждать их прихода Пошли, зайдем внутрь Им, ага, что насчет твоего отца Он, вместе с моим дедушкой, сейчас за границей Даже президент группы Дэхён не мог принудительно открыть уже закрытый портал Мы с Чина Юной вошли в ВИП-больницу Охранник, стоявший у главного входа, узнал Чина Юну и быстро открыл нам дверь Мы вышли во внешнюю зону ВИП-больницы, где был виден большой роскошный сад Количество скрытых камер и различных антикриминальных заклинаний В этом месте легко превосходило трехзначное число Вскоре я увидел доктора и группу медсестер, выбегающих из вторичного входа На Юна Си, они быстро подбежали к нам, выкрикнув имя Чина Юны Но были поражены, увидев еще и меня Чина Юна почесала шею и представила меня Он мой друг, знакомый Мы можем войти То, как она меня представила, звучало немного странно Знакомый, а, да, входите Доктор средних лет в очках и с хорошо расчесанными волосами повел нас внутрь ВИП-больница обладала элегантным и изысканным декором Словно это был храм Идя по одному из кучи коридоров Чина Юна поинтересовалась, как он Доктор улыбнулся Он все еще не полностью проснулся Но вы легко сможете увидеть, что это произойдет очень скоро Это действительно чудо Мы остановились перед эскалатором, направляющимся под землю Чичинон был внизу Извините, но он Доктор переводил взгляд Чина Юны на меня Ах, все в порядке Это он привез меня сюда Да, конечно, верно К тому же, я знаю, что ты можешь держать язык за зубами Доверие Чина Юны принесло мне еще больше боли Тогда давайте спускаться Мы спустились по эскалатору Комната Чичинона занимала почти половину этажа Мало того, что его комната была защищена магическим барьером Но возле охраняя вход стояло еще три наемника Я сразу понял, что они легко сопоставимы с героями среднего ранга Поздравляю, молодая мисс К нам подошел особо пугающий наемник и широко улыбнулся Чина Юна, с сюрреалистичным выражением лица, кивнула Да, да, спасибо Он тоже входит? Наемник указал на меня Чина Юна кивнула Да, Хэм Ему понадобится разрешение президента Я дам ему разрешение Отец, наверное, слишком занят работой, чтобы приехать сегодня К Хэм Наемник открыл дверь, и мы, вместе с доктором, вошли внутрь Глава 200 Чичинон Четыре Чистый, цветочный воздух комнаты вошел в мой нос Это была комната с магической плотностью, достигающей благоприятного уровня На стене висел какой-то шедевр живописи, который придавал комнате цвет, а вокруг него были развешаны фотографии Чина Юна и Чичинона Ах, войдя в комнату, Чина Юна тут же оцепенела В этой уютной комнате, под углом в 60 градусов, стараясь восстановить свое дыхание, лежал Чичинон Хотя он и был физически и умственно истощен, он явно пришел в себя Мы уже рассказали ему, что он был в коме в течение четырех лет, но с тех пор, как он впервые пришел в себя, прошло всего два часа Поэтому его память все еще не полностью восстановилась Тем не менее, он должен полностью восстановиться уже через месяц, предусмотрительно пояснил доктор Однако Чина Юна просто не могла услышать его голоса По ее лицу уже рекой текли слезы Доктор посмотрел на нее на мгновение, а затем добавил Я скоро вернусь Он вышел из комнаты и тихо закрыл дверь В комнате воцарилась тишина Чина Юна тупо уставилась на Чичинона, а затем произнесла то слово, которое ей хотелось сказать уже очень давно Аппа, Чичинон повернул к ней голову Чичинон, добрый и нежный старший брат, которого я создал Он увидел Чина Юну и долго молча смотрел на нее В конце концов, на его лице появилась слабая улыбка И через несколько мгновений раздался голос, чтобы услышать который Чина Юна была готова умереть Наюна, даже при том, что у него была повреждена часть мозга Он все еще помнил лицо своей младшей сестры Это неплохо показывало то, каким человеком был Чичинон Ты уже такая большая Я слышал от доктора Прошло уже четыре года, правильно? Даже при его нежном голосе Чина Юна лишь дрожала Не в силах пошевелиться Не имея другого выбора Я схватил ее за запястье и подошел к Чичинону Тот в свою очередь посмотрел на меня с глубоким интересом Что отражался в его глазах Это твой парень? Эй, а о чем ты говоришь? Нет Чина Юна категорически заотрицала Но, после того, как украдкой посмотрела на меня Добавила последнее слово Е еще Еще На этот раз ошеломлен был я Че что? Смутившись, Чина Юна оттолкнула меня Тем временем Чичинон с теплой улыбкой молча смотрел на нас Два дня спустя Конванда В пустой пещере, выбранной в качестве места нашей встречи Босс сидела на стуле и читала книгу Так, так Вскоре тишину пещеры нарушил чистый звук высоких каблуков Из глубокой тьмы прохода вышла Джейн Однако босс не отрывала взгляда от своей книги В итоге, Джейн остановилась прямо перед ней Босс Чичинон проснулся Босс молча закрыла книгу, которую читала Ты действительно думаешь сделать это? Босс внимательно посмотрела на Джейн, а затем кивнула Но хватит ли нас четверых? Ах, наверное, правильнее сказать пятерых Все-таки Ким Хаджин сказал, что хочет убить его своими руками В бормотании Джейн была нотка интереса Босс рассказала только нескольким членам группы Хамелеона О просьбе Ким Хаджина Независимо от того, добьются ли они успеха или нет Только Джейн, сама босс и несколько других помощников Будут знать о том, что произошло Да, хватит Хаймым Ну это и правда лучший способ заманить Ким Хаджин к нам Принимая просьбу Ким Хаджина Группа Хамелеона получит благодарность и долг Ким Хаджина Это было то, что соблазнила даже Джейн Она прекрасно понимала, что Ким Хаджин обладает потенциалом Для становления одним из сильнейших героев мира Но разве мы не рискуем слишком многим? Мы не знаем, почему он хочет убить Чичинуна И, что еще важнее, мы превратим в нашего врага того старикашку Нет, босс покачала головой В тот же день, когда Ким Хаджин сделал свой запрос Она проверила состояние Чичинуна Магическое ядро Чичинуна уже уничтожено Чичучхаль вряд ли почувствует сочувствие к герою без магического ядра Даже если этот герой его собственный внук Вот таким был человек, которого называли бессмертным Чичучхаль Он может даже оценить это Поскольку благодаря нам он получит сочувствие от всего мира Используя только жизнь своего внука в качестве цены Пока она говорила, босс стиснула зубы Это было редкое проявление ее эмоций У нее была довольно насыщенная история с Чичучхалем Тем не менее, он оборвал все контакты после смерти прошлого босса группы Хамелеона Ну, я не могу сказать наверняка Но, босс, сколько бы я не думала об этом Ким Хаджин слишком странный Джейн создала кресло из магической силы и села Объясни Этот жаждущий денег-призрак отказался принять наш запрос Даже после того, как мы предложили сверху еще 3 миллиарда вон Жаждущий денег-призрак Ю Чин Хюк Ага, Ю Чин Хюк Хотя он и был гедонистом Который тратил свои деньги на азартные игры в Конванда, Лас-Вегасе и на острове Кленсе Он все еще оставался информатором номер один на корейском полуострове Это просто слишком странно Он никогда не колебался заглядывать в чье-то прошлое Будь то че болели герой Так почему он так непреклонен в отношении Ким Хаджина В начале Ю Чин Хюк отказался от предложения в 500 миллионов вон Джейн продолжала поднимать цену В итоге достигнув цены в 3 миллиарда вон Но Ю Чин Хюк не шелохнулся Он полностью и непреклонно отказался смотреть в прошлое Ким Хаджина Это должно означать, что он уже заглянул в прошлое Ким Хаджина И, он молчит, потому что думает, что его жизнь окажется под угрозой А значит, в прошлом Ким Хаджина есть что-то особенное Это был очень логичный вывод Босс скивнула в знак согласия Итак, нам продолжать пытаться узнать все у него? Нет, попробуем другую информационную гильдию Услышав слова босса, Джейн ухмыльнулась Сегодня Ю Чин Хюк потерял крупного клиента Босс была из тех, кто легко и надолго обижался Ну, в настоящее время все информационные гильдии имеют низкие стандарты Но есть пара, за которой я уже некоторое время наблюдаю Кто? Джейн включила свой браслет и спроецировала голограмму Падающий цветок Естественно и элегантно, как падающий цветок Одна из них, падающий цветок Восходящая звезда в этой сфере Прошло всего полгода с момента их основания Но у них отличные отзывы и репутация И мым, босс удовлетворенно промычала Падающий цветок Ей нравилось их изысканное, уникальное имя А другая, вот это, агентство истины Все, что вы ищете, находятся в нашем распоряжении На этот раз босс нахмурилась Такое неубедительное имя и описание были именно тем, что босс совсем не любила Несмотря на то, как все это звучит У них великолепные отзывы По факту, это лучшие информационные агентства Когда дело доходит до поиска людей Воспользуемся падающим цветком Босс, любившая тщеславие и роскошь, четко выразила свое решение Хорошо, тогда я отправлю им запрос Что дальше? Мы готовы к убийству Чичинуна План идеален Просто спроси Ким Хаджина, когда он будет готов Я уверена, что этому ребенку нужно время, чтобы подготовить свое сердце И в этот момент Топ, топ В пещере раздался звук шагов Джейн сразу же обострила свои пять чувств и подняла свою защиту Кто это? Я уже позвонила ему Позвонила кому? Ким Хаджину Уже? Да Это первый раз, когда ты видишь его Действуй соответственно Джейн посмотрела вперед с ошеломленным лицом Черное пальто до колен и чистые волосы, уложенные в помадном стиле Ей понравилось его чувство стиля, но он не выглядел особенно красивым из-за своего среднего лица Он шел сквозь тьму, неторопливо и прямо По крайней мере, ходит он точно как модель Пробормотала с ухмылкой Джейн Глава 201 Чичинун Пять Пройдя по пещерному проходу, я наконец вышел к свободному пространству и сразу же увидел двух женщин, сидящих на стульях Босс и Джейн Я чувствовал мощную магическую силу, исходящую от них Это был тот уровень магической силы, которым обладали только те, кто превзошел определенный порог Я глубоко вздохнул и подошел к ним Первой заговорила Босс Ты пришел, маленький новичок Да, я поклонился, однако она смотрела на меня глазами, явно просящими большего Я сделал, как она хотела Босс Им 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 Наряду с удовлетворенным хмыком из тела босса вырвалась черная магическая сила, сразу же сформировавшая для меня стул Сев Я посмотрел на Джейн Она пристально сканировала меня сверху донизу Это Джейн, одна из членов нашей группы Как только босс представила ее, Джейн улыбнулась и помахала мне рукой Привет, привет Да, приятно познакомиться Кроме тех случаев, когда я видел ее замаскированной Это был первый раз, когда я встретился с ней Я поклонился настолько уважительно, насколько это возможно Понимаешь ли, Хаджин, у меня к тебе так много вопросов Понимаю, что за вопросы Скорее всего, она хочет узнать, почему я хочу убить Чичинуна Это одежда, ты нашел ее в каком-то модном журнале? Еще раз, что это вообще за вопрос? В отличие от других кадетов парней твоего возраста У тебя отличное чувство стиля Если честно, я действительно уделял своей одежде много внимания Для человека со средней внешностью и таким же средним ростом Стиль был единственным способом сделать себя чуть привлекательней Поскольку теперь мне не нужно было беспокоиться о деньгах Вполне естественно, что моя одежда стала лучше, чем у других кадетов, которые редко носили что-либо, кроме своей кадетской формы Мне просто было немного интересно Понимаю, Джейн Босс посмотрела на Джейн, которая сразу уже прищурилась и забормотала Ладно, хорошо, я хочу узнать, почему ты хочешь убить Чичинуна Я задумался, могу ли я рассказать им о таинственном объекте, известном как семя дьявола Смогут ли они поверить, что в мире действительно существует такая опасная вещь Если у меня нет никакой возможности доказать свои слова Если ты не хочешь говорить нам, ты можешь оставить все при себе Тем не менее, босс быстро развеяла мои заботы Отодвинув Джейн, которая огорченно цокнула в сторону Босс с серьезным лицом продолжила Но цена, которую ты должен будешь заплатить, должна быть ясна Глаза босса вспыхнули странным рвением Ты станешь нашей силой, при этом не забывая об этом долге и подпишешь этот контракт Последняя часть заставила меня слабо посмеяться Конечно, хорошо, тогда теперь я объясню, что и как будет происходить Услышав мой ответ, в разговор немедленно включилась Джейн Воспользовавшись своей магической силой, она создала треугольный столик, на который затем опустила свои руки После этого Джейн начала объяснять план После того, как Чичинон пришел в себя, Чина Юна навещала его каждый день Его состояние налаживалось с каждым днем И хотя он все еще больше спал, чем бодрствовал, он поправлялся со значительной скоростью Врачи говорили, что он сможет снова ходить уже через месяц И мы, сегодня был четвертый день с тех пор, как очнулся Чичинон Чина Юна, вместе со своими друзьями, снова пришла к своему брату К слову, я тоже был в этой группе Хэм Чичинон внимательно изучал друзей своей сестры, а затем внезапно указал на одного человека Ты же Ким Суха, верно? Да да, это я Как вы узнали? Ким Суха удивленно распахнул глаза Чина Юна часто говорила о тебе Ну, когда она еще была в военной академии агентов Чина Юна вздрогнула от слов Чичинона Она на мгновение остановила свой взгляд на мне А затем начала объясняться Да, я говорила, что ты хрупко выглядящий мальчишка, действующий как всезнайка Чего? Разве это не слишком уж резко? Ха-ха Согласен с тобой, Чина Юна В разговор от всего сердца смеясь, вмешался Шин Джон Хак Джон Хак выглядит так же деликатно, как и сухо Нет, не так, я выгляжу мужественно Шин Джон Хак довольно бурно отреагировал на фразу Ю Йон Хи Тем не менее, я не мог сосредоточиться на их разговоре Их слова практически в одно ухо влетали, а из другого вылетали В то время как я, глубоко задумавшись, молча сидел на стуле Согласно книге Истины, семя дьявола проросло на 97% Если предположить, что 100% это где-то 4-5 лет, у меня осталось всего два или, может быть, даже один месяц А это явно немного Почему ты так выпадаешь? В этот момент по моему плечу похлопала Ю Йон Ха Я горько улыбнулся Ничего такого, я просто немного устал Ах, ты же Хаджин, верно? Чи Чен Он вдруг указал на меня Наши глаза встретились, и на его лице появилась мягкая улыбка Спасибо, что каждый день заходишь Ты действительно заставляешь меня стыдиться Э, он приходил сюда каждый день? С удивлением спросила Ю Йон Ха Шин Джон Хак скорчил недовольное лицо А Ким Суха просто улыбнулся и пожал плечами Конечно он, как и Чен Аюна, приходил сюда каждый день Ах, Эн, не говори им такого, аппа Чен Аюне разрешалось посещать его только один раз в день в течение трех часов Это как раз было тем временем, когда Чи Чен Он не спал В течение последних четырех дней Чен Аюна умоляла меня ходить с ней И я согласился, подумав, что, возможно, смогу поговорить с Чи Чен Уном наедине Он им фанат аппы Мой фанат? Да, он все время о тебе говорил Верно, ты же помнишь прошлый семестр? Чен Аюна шутливо заворчала и использовала на мне удушающий Поскольку у меня не было сил играть с ней Я молча выскользнул из ее захвата Я же просто пошутила Почувствовав себя неловко Чен Аюна ткнула меня в руку и расстроенно пробормотала Не увидев у меня никакой реакции Чен Аюна сказала громче Эй, я просто пошутила Чен Аюна, в разговор открыто показывая свое недовольство Вмешался Шин Джон Хак Что, нам нужно выйти Я не хочу Браслет Чен Аюна опустила взгляд на свой браслет Ах, я скоро вернусь Аппа Похоже, они все получили какое-то сообщение Поскольку вся группка быстро покинула комнату Оставив меня наедине с Чи Чен Уном Я молча смотрел на Чи Чен Уна А он уставился на меня в ответ Хотя у меня наконец-то появилась возможность Поговорить с ним наедине В моей голове был просто хаос Через какое-то время, организовав свои мысли Я наконец заговорил Чи Чен Ун Си Услышав мой жесткий голос Чи Чен Ун мягко улыбнулся Да, Ким Ха Джен Си Как ваше тело И мым Думаю, мне постепенно становится лучше Услышав его ответ Я задал следующий вопрос Что насчет вашей головы Моей головы Чи Чен Ун наклонил голову Да, вас не поражало внезапное желание сделать что-нибудь плохое А, внезапно возникновение ужасных мыслей Или может ощущение демонической энергии А не магической силы Циркулирующей в вашем теле В глазах Чи Чен Уна я четко видел свое отражение Однако там было не только это Там было и то, чего я боялся Но я хотел спросить Поверишь ли ты мне Если я скажу, что ты станешь дьяволом Сможешь ли ты отказаться от своей жизни Чтобы защитить свою младшую сестру Им-им-им Я не уверен Возможно, ты говоришь об операции Огненная чешуйка Однако, разум Чи Чен Уна все еще в какой-то степени был в прошлом Не в состоянии задать вопросы, которые хотел Я опустил голову Я стиснул зубы и сжал руки на стуле Будучи атакованным волной волнения Я просто молча уставился в пол Затем внезапно Мне на голову легла рука Чи Чен Уна Я не знаю, что тебя так беспокоит Но Глухой стук В этот момент распахнулась дверь Ах, прости, аппа, чева Увидев руку Чи Чен Уна на моей голове Чи Чен Уна нахмурилась Хаджин, должно быть, и вправду был моим большим поклонником Пэфтэ, серьезно? Но она не особо на этом зацикливалась И просто села рядом со мной Заметив, что больше никто не входит Чи Чен Ун спросил А где остальные? Я отправила их обратно В любом случае, тебе скоро нужно будет отдыхать Ах, это и вправду позор Что-то случилось Да, эм, мастер Юси Хюк сказал Что придется отложить открытие лагеря Примерно на четыре дня Так что я уезжаю Двадцать пять го Юси Хюк хорошо знал о ситуации Чен Аюны Однако выражение лица Чен Аюны В данный момент было не таким уж хорошим Но аппа Может мне просто не идти? Чи Чен Ун не ответил Вместо этого он медленно повернул голову ко мне Думаю Она спрашивает тебя Хаджин Си Что? Эн нет Я спрашиваю именно тебя Аппа Что думаешь Хаджин? Проигнорировав Чен Аюну Чи Чен Он снова обратился ко мне Школа Юси Хюка была расположена на вершине горы Пэк Тусан Гора Пэк Тусан была местом с одним из самых высоких уровней концентрации в мире В результате достичь пика горы Не обладая при этом определенным уровнем навыков Было попросту невозможно Чтобы приехать в школу Юси Хюка Приходилось усиленно тренировать даже свои легкие Чен Аюна, Ким Суха и Шин Джон Хак не смогут сделать и шагу из лагеря до конца зимних каникул Может мне не идти? В итоге ко мне повернулась и Чен Аюна Я решительно ответил Нет, будет лучше, если ты пойдешь Чен Аюна должна уехать в лагерь Юси Хюка Эа, но это же не конец света Даже если я не пойду Я Иди Лиско Лицо Чен Аюны, когда она посмотрела на меня, почему-то напомнила мне бульдожья Глава 202 Чичинун 6 К счастью, Чичинун, похоже, был со мной согласен На Юна Я согласен с Хаджином Если это из-за меня, то не нужно беспокоиться Ты можешь увидеть меня в любое время Но это может быть твоим единственным шансом попасть в школу Юси Хюкасси Я все равно собиралась идти О, кстати, я принесла камеру Чен Аюна быстро сменила тему и достала из сумки высококачественную камеру Затем она протянула ее мне Вот, сфотографируй нас Затем Чен Аюна подбежала к Чичинуну Сначала он был немного озадачен, но вскоре счастливо улыбнулся Я молча посмотрел на них, а затем пробормотал Сканирование 44 Джекпот Какие же фотографии сможет сделать эта камера С мрачным ожиданием лица я не спеша поднял камеру Скажите Чиз Щелк Щелк Чен Аюна и Чичинун принимали всевозможные позы На одной фотографии Чен Аюна обнимала Чичинуна Целовала его в щеку на другой А на следующей повисла у него на плече Примерно через 30 или около того фотографий Теперь ты должна сделать парочку с Хаджином Чичин он внезапно сделал неожиданное предложение Ах, нет, мне и так нормально Но я настаиваю На Юна, встань рядом с ним Что? Нет Чен Аюна Как только Чичин он повысил голос Чен Аюна смутилась и подошла ко мне Хорошо, скажите Чиз Чичиз Чен Аюна застенчиво сделала знак мира Щелк Так и была сделана единственная фотография меня с Чен Аюной Период посещения закончился И наступил поздний вечер В то время как Чичин он уже лег спать Мы с Чен Аюной гуляли по больничному саду Ким Хаджин Под слабым лунным светом Чен Аюна в припрыжку шла по саду Периодически зовя меня по имени Выражение ее лица можно было описать только как самое счастливое выражение лица в мире Ким Хаджин Ким Хаджин Ким Хаджин Ким Хаджин Ким Хаджин Что? Ничего Я просто хотела поблагодарить тебя Услышав спокойный голос Чен Аюны Я даже потерял дар речи Кхм Как будто тебе есть за что меня благодарить Ты приходишь сюда со мной каждый день Чен Аюна Не спеша прогуливаясь по саду Продолжила Если честно Мне было страшно приходить одной Я так сильно люблю Аппо И так давно хотела его увидеть Но прошло уже почти пять лет с тех пор Как я последний раз разговаривала с ним Я не знала, что сказать И боялась того, что он может подумать Увидев, что я уже совсем взрослая Затем она ткнула меня в плечо Но все стало совсем не неловко Когда ты был рядом Когда она закончила Мы уже были у главного входа Рядом со стеной был припаркован мой байк Понятно Я без энтузиазма ответил И оставляя Чен Аюну позади Пошел вперед Сел на байк Надел шлем и завел двигатель Ты свободен на Рождество? Когда я собирался нажать на газ Сзади снова раздался голос Чен Аюны Я повернулся к ней Ты в этот день уезжаешь Я хочу увидеть тебя Прежде чем поеду Я не ответил Однако Чен Аюна невозмутимо продолжила говорить Я уезжаю в шесть Поэтому встретимся в полдень перед больницей Я поехал Ага, спокойной ночи Я горько улыбнулся и нажал на педаль газа Пока мой мотоцикл мчался по дороге Я из бокового зеркала заметил Чен Аюну Которая все еще стояла на месте и смотрела на меня Округ Сича, Каннам Когда я открыл дверь в свой новый роскошный жилый комплекс Меня тут же поприветствовали Ивандели Хаин Хаджин Мяу Привет народ Я поднял Ивандели одной рукой, а Хаин другой Видя, что они улыбаются так же ярко, как и раньше Я тоже изо всех сил постарался улыбнуться и спросил Как прошел заказ еды? Все прошло хорошо Мы ели стейк Стейк, вы сделали, как я сказал? Да Я сказала доставщику поставить еду перед дверью, а затем занесла ее внутрь после того, как он ушел Хорошая работа Я опустил их на диван Приятно иметь большой дом Простор в комнате приносил мне чувство комфорта О, верно, ты брала Хаин на прогулку? Ун Недавно я сказал Ивандели, чтобы она начала выходить на прогулки Я на всякий случай заставил ее носить браслет Но с Хаин в качестве проводника мне не нужно было слишком беспокоиться о том, что она потеряется Хорошая девочка Хе-хе Я похлопал Ивандели Хаин по головам Ивандели ярко улыбнулась, наслаждаясь моим прикосновением В этот момент я вдруг получил сообщение Маленький новичок, мы закончили со всеми приготовлениями Приступим 3 января Будь готов Мое лицо сразу же напряглось Ивандели Я скоро вернусь Посмотри пока телевизор Я пошел в спальню и достал банку жадности Которую держал вне досягаемости Ивандели Как только я получил банку жадности Я сразу же положил в нее эфир Эфир определенно стоил того, чтобы получить какое-нибудь улучшение Это было 10 декабря С тех пор прошло более 10 дней Я медленно открыл банку И в этот момент из моих рук внезапно вырвался золотой свет Я уже испытывал такое Это означало, что активировалось накопление удачи Если все так, я быстро снял крышку Из банки тоже вырвался золотой свет Браво! Внутри банки все еще лежал мой эфир Но он испускал какой-то странный розовый свет Розовый? Стоп! Что? С неким предчувствием я включил свой браслет Жадность к эстетике К эфиру было добавлено стремление добиться красоты Неизменный показатель шарма пользователя будет увеличиваться на 0.002 очка каждые 24 часа Максимум до 1 очка Обратите внимание, что показатель шарма не может быть увеличен выше 9 Эфир теперь будет реагировать на красивые вещи Материализация деталей становится более изысканной Я потерял дар речи и застыл в оцепенении С объективной точки зрения это было несомненно фантастическое улучшение В конце концов, оно навсегда поднимало неизменный стат Кроме того, поскольку показатель шарма напрямую связан с физической красотой человека Он влияет не только на внешний вид, но и на скелетно-мышечный баланс и рост После достижения максимального увеличения, мой рост должен быть хотя бы на 2-3 см больше, чем сейчас Это была перемена, достойная накопленной удачи И все же, почему, ну вот почему это шарм, а не интеллект По факту, я был бы счастливее, если бы мне вместо плюс 1 к шарму дали бы эффект Который увеличил бы мои изменяемые статы на 2 Хотя бы один из них Ху, как ни прискорбно, я ничего не мог с этим поделать Конечно, с моим даром можно было бы изменить все это Однако удаление уже существующей функции и добавление новой может привести к ненужным последствиям Поэтому я просто решил радоваться тому, что получил Я протянул руку к эфиру, как будто он скучал по мне Эфир выстрелил в меня, как стрела, и обвился вокруг моего тела, словно змея Глава 203 Чиченун 7 25 декабря Рождество В этот прекрасный праздник, отмечаемый влюбленными семьями, по Корее пронеслась сенсационная новость Гильдия, занимающая первую строчку мирового списка рангов Священная милость Творца, объявила о начале своей кампании по завоеванию башни Чуда Хотя объявление и пришло с опозданием на пару недель, я не возражал, так как результат был все тем же Я уже потратил 4 миллиарда вон на покупку их акций и скоро смогу их продать Волнуешься, в настоящее время я разговаривал по телефону с Ким Суха В это же время просматривая график акций Гильдии Священная милость Творца плюс 10-1% Акции Топ Гильдии редко менялись в цене, но акции Священной милости Творца уже выросли на 10% Поскольку я использовал свои знания о цене их акций для влияния на биржу, моя прибыль составит примерно 100%, ни капельки Несмотря на то, что говорил Ким Суха, я слышал в его голосе беспокойство Завоевание башни Чуда продлится 6 месяцев Хотя большинство завоеваний заканчивалось в течение 3 месяцев Башня Чуда была в настоящее время самой большой башни в мире Эту башню невозможно было покорить даже за 6 месяцев Поэтому Священная милость Творца объявит о своем поражении Я думал о том, чтобы остановить их, так как знал, что они 100% потерпят неудачу Но вряд ли их гильдмастер послушает такого ребенка, как я В конце концов, он отказался слушать даже Юньсона Она вернется с триумфом Я тоже на это надеюсь Поскольку объявление было отложено на 2 недели, у них может быть шанс на успех Хотя, если использовать ту же логику, они могут понести еще большие потери С этого момента я уже не могу быть абсолютно уверен в будущем Возможно, у меня в голове был лес, каждое дерево которого знание и информация Но в нем попросту было бесконечное количество деревьев У меня просто нет возможности знать и помнить каждое дерево Кстати, ты же сейчас на пути к Ченаюне, верно? Я посмотрел на часы 11.59 До назначенного, точнее навязанного мне, Ченаюной времени оставалась одна минута С чего бы, что, ну же, не будь таким Она многое на сегодня запланировала Что, ну им, она спросила меня, что тебе нравится и чтобы такого поделать вместе, чтобы было весело Она с нетерпением ждала сегодняшнего дня, так что тебе нужно идти Кажется, Ким Суха больше беспокоился о Ченаюне и обо мне, чем о Юньсона Я вешаю трубку Подождите, пожалуйста, просто иди, пожалуйста Быстро, почему ты вообще ведешь себя мило со мной На самом деле, это как раз и было по Ким Суховски Я с ухмылкой повесил трубку Затем я закрыл свой ноутбук Лег на диван и включил телевизор Потратив час, просто убивая время Тидиди Дверь моего дома открылась И вскоре показались Ивандели Хаин Которые вернулись со своей прогулки Мы вернулись, мяу Ивандели подбежала к дивану Как только закрыла дверь и пристально посмотрела на меня Судя по всему, она чего-то хотела от меня Осознав, что сейчас как раз начинается ее любимое аниме Я протянул ей пульт и пошел в спальню Ихих Я запрыгнул на свою кровать После чего раздался подсознательный вздох Мое сердце пульсировало от боли И я внезапно почувствовал сильное желание покурить Чувствуя, будто это неудобное чувство продолжится Если я останусь на месте Я неохотно посмотрел на свой браслет На нем не было никаких сообщений или звонков от Чина Юны В таком случае она уже пошла домой Уже прошел целый час А с ее характером она никак не могла и дальше меня ждать Повторяя себе, что она уже пошла домой Я поднял приставку Как-то так и прошло еще два часа В конце концов я вышел из спальни Не в силах успокоить свое пульсирующее сердце Ивандели спала на диване Используя Хаин в качестве подушки Когда я осторожно повернул ручку двери, чтобы не разбудить ее Ивандели Хаин сразу же поднялись и уставились на меня сонными глазами Эм, Ивандель, я ненадолго Я принесу тебе вкусностей Уун Ивандель вернулась ко сну Я быстро вышел из дома Сев на байк, который я припарковал на парковке Я медленно поехал к вип-больнице Дэхюн Она все еще там Я приехал сюда, думая просто может быть И я оказался прав Чина Юна стояла оперевшись на стену больницы Одежда, что была на ней, явно была выбрана с особой тщательностью и осторожностью Ее короткие волосы мягко волнились Что указывало на то, что она даже сделала прическу Помимо этого на ней был совершенно ей не свойственный Легкий макияж Глядя на нее, я чувствовал, как пульсирующая боль в моем сердце лишь усиливалась Глотнув вздоха, я медленно поехал к Чина Юне Чина Юна надувшись смотрела на свой браслет Но когда она услышала шум двигателя моего байка и подняла голову Она ярко улыбнулась Ах, эй, Ким Хаджин Указав на меня, она в спешке побежала ко мне Ты долбанный Я имею в виду, ты очень опоздал Где ты был? Я изначально не соглашался встретиться Это единственное, что я смог сказать Чина Юна один раз искоса зыркнула на меня Но не стала жаловаться Она просто подняла свой браслет У меня было много что запланировано на сегодня Мы должны были в полдень сходить на бранч Пойти в боулинг в час Сходить в кафе в два Посетить гадалку Тарафтри Зайти в аркаду в четыре И отправиться в ресторан в 4.40 Бранч в США и Европе Прием пищи Объединяющий завтрак и обед Услышав, как она читает расписание Которое было лично ей создано Я слегка стукнул ее по голове Ук! Она напряглась и медленно подняла голову Я думал, что она отреагирует сильнее Но она только смущенно посмотрела на меня и спросила Чего ты? Кто все так планирует? Это же не боевая подготовка Тогда что мы будем делать? Давай покатаемся У нас осталось около двух часов Договорив, я похлопал по заднему сиденью своего байка Покатаемся? Конечно! Чина Юна явно обрадовалась Как только она села на заднее сиденье Я нажал на педаль газа Пойдем прямо к аркаде Поиграем 40 минут А потом можем поехать в ресторан Заткнись, дура Свидания должны быть спонтанными Если кто-то думает, что это как-то грубовато То я согласен Но написано именно так Я даже проверил как будет дурочка И нет, тут явно дурак дура И это не свидание Я же сказала тебе, чтобы ты не надумал чего не уеяк Я ускорился, чтобы она перестала оправдываться Не заезжая в аркаду, я сделал большой круг вокруг Сеула В этот снежный рождественский день мы ездили по городу Наслаждаясь красиво украшенным Сеулом Несмотря на то, что я опоздал на три часа Мы на многое посмотрели и действительно наслаждались временем вместе Мы остановились у магазина одежды И к тому времени, как мы оттуда вышли Мы были уже в совершенно другой одежде Затем мы поели в ресторане Я даже заставил Чинаюну съесть пару оладий Проведя два с половиной часа вместе Настало время ее отправления И я отвез ее на станцию порталов Станция внутренних порталов Ахымым Портал, который нужен был Чинаюне Был связан с провинцией Северный Хамюн Однако она стояла рядом со мной Не решаясь сделать шаг в его сторону Поспеши, ты так опоздаешь Будучи не в силах взглянуть на нее прямо Пробормотал я, уставившись на портал вдалеке Чинаюна ткнула мне в плечо Эй, хэм, сегодня было весело Короткая и спокойная фраза Чинаюны Добавила мне еще больше мучений и боли Я рад Кстати, прежде чем я вернусь Не, она не закончила свое предложение Немного поколебавшись Она покачала головой и улыбнулась Не бери в голову Мы в любом случае скоро увидимся С этими словами она протянула мне руку Хотя она и была маленькой и белой Ее рука была грубой и покрытой мозолями С горькой улыбкой я взял ее за руку Должно быть ей понравилось это чувство Поскольку ее щеки слегка покраснили Твоя рука довольно большая и мягкая Потому что во время тренировки мне нужно только нажимать на курок Я завидую Кахэм, в любом случае Чинаюна сухо кашлянула и отпустила мою руку Увидимся Я молча улыбнулся Тогда я пошла Ага, береги себя С этими последними словами Чинаюна Все-таки пару раз с сожалением оглянувшись Пошла к порталу Глава 204 Чичинун 8 3 января Третий день нового года В этот пасмурный день я сел в седан Припаркованный в пустынном парке Спереди сидели Джейны мужчина Которого я раньше не встречал Босс сидела сзади Это помощник О котором я говорила Так что не удивляйся Привет Судя по его волосам Что были в стиле рыгги И черной кожи Это, скорее всего Был халифа Занимающий синее место группы хамелеона Теперь Когда главный герой на месте Все Закройте глаза И доверьте себя моей магической силе Джейн выпустила свою магическую силу Я сделал Как она сказала Магическая сила Джейн коснулась моего тела И я почувствовал Как что-то рисуется на моей коже Готово Вот ваши поддельные удостоверения личности Три минуты Нам потребовалось всего три минуты Чтобы стать совершенно другими людьми Таков был дар Джейн Я открыл глаза и посмотрел в зеркало заднего вида В нем отражалась медсестра А не Ким Хаджин Я не знаю Почему ты хочешь все так усложнить Мы могли бы просто использовать яд Первой идеей Джейн было использование яда Однако Семя дьявола не может быть убито Вот так просто Вот почему я подготовил убивающую богов пулю План прост Мы войдем в комнату Чичинуна под видом медсестер После этого мы выведем его и убьем в укромном месте Несмотря на то, что слова Джейны вправду описывали Простой план На самом деле все это было чрезвычайно сложно Учитывая безопасность в ВИП больнице Дэхюн Однако благодаря способности Джейн Маскировка и способности Халифы Портал это все еще возможно Что касается того, как мы собираемся вывести его Для этого у нас есть вот этот парень У него способность, которая позволяет открывать порталы Но если он воспользуется слишком большим количеством магической силы Нас обнаружат наемники, которые будут за пределами комнаты И вся система безопасности в целом Поэтому наш лучший вариант использовать небольшой портал Который сможет перенести людей всего на 20 км Как только ты пройдешь через портал Маскировка, которую я на тебя наложила Исчезнет Но не волнуйся о том, что кто-нибудь увидит вас Мы уже подсуетились и поставили в зоне Куда вас выбросит портал Изолирующий барьер Сегодня мне придется встретиться с Чичинуном лицом к лицу Как только ты и Халифа уйдете Мы с боссом создадим подделку Которая останется лежать в кровати Это просто на всякий случай, если внутрь зачем-то зайдет наемник Все, что тебе нужно, это завершить задание и вернуться через портал Халифы Способность Джейн деактивировалась Когда цель, на которой она была применена Выходила за пределы установленного расстояния Чтобы поддерживать фальшивку Чичинуна Джейн должна была остаться в больничной палате Теперь выходи и притворись Будто ты идешь на работу В седании останусь только я Я все еще достаточно близко Чтобы поддерживать свою способность Так что не волнуйся Просто убедись, что ты на расстоянии не более 4 км от меня Радиус действия способности Джейн был 10 км Когда она маскировала одного человека 8 км Когда двоих 6 км Если троих и так далее Сначала вышел Халифа Затем я и босс Затем седан медленно уехал Мы втроем не торопясь последовали за седаном Сохраняя при этом соответствующую дистанцию Мы успешно вошли в вип-больницу Я направился к стойке и стал ждать Когда Джейн позовет меня Хайон Си Меня позвали ровно в 11 часов Да Пришло время проверить состояние Чичинуна Си Пошли вниз А Да Я вместе с другой медсестрой и доктором Последовал за Джейн вниз по лестнице Это были замаскированные босси Халифа Мы использовали эскалатор и спустились вниз Когда мы оказались перед комнатой Чичинуна Джейн посмотрела на планшет Что был у нее в руках И обратилась к наемнику Стоящему на страже 11.10 утра Пришло время для проверки Да Наемник пропустил нас без каких-либо проверок или подозрений Как только мы вошли в комнату Мы заперли дверь Внутри комнаты крепко спал Чичинун Джейн тихо пробормотала Камеры За отключение камер наблюдения отвечал я Используя свой браслет Я временно остановил видеонаблюдение Только на это ушло 200 Ай Готово Хорошо Джейн повернулась к боссу Босс Будь осторожна Чтобы наемники снаружи не заметили Я знаю Босс выпустила свою магическую силу с особой тщательностью И создал двух марионеток из магической силы Затем Джейн превратила их в Чичинуна и медсестру В которую сейчас был замаскирован я Хорошо Ты следующий Халифа Хорошо Сразу после этого Халифа создал небольшой портал Вун На этот раз выброс магической силы был явно сильнее Нам нужно поторопиться и закончить с этим прежде Чем наемники заподозрят что-то и войдут внутрь Че что это было? Эй Что-то случилось Я усадил Чичинуна на инвалидную коляску Которую приготовил И вошел в портал Портал вел к пустынному лесу Земля была покрыта мокрым снегом А деревья вокруг все еще даже не думали о листве Перед собой я увидел деревянную скамейку Я поставил инвалидную коляску рядом с ней и стал ждать Пока проснется Чичинун Внезапно лицо Чина Юны начало накладываться на лицо Чичинуна Она смотрела на меня с яркой улыбкой Тем не менее, я всеми силами подавил мысли, появляющиеся в моей голове Мне нужно освободиться от всех мыслей и идей Ей краткой рот, но я просто не мог добиться такого Я достал белую коробочку, которую принес просто на всякий случай Сигареты Положив то, что я в этом мире случайно бросил В свой рот, я зажег ее магической силой Едкий дым прошел через мое горло и проник в мои легкие Неприятное сочетание никотина и смолы заставило меня расслабиться Даже если только чуть-чуть Неизвестное время прокурив окруженной холодной погодой и неприятным пейзажем Я заметил, что Чичинон наконец открыл глаза Чичинон смотрел на меня так, будто его совсем не побеспокоила резкая смена обстановки Я посмотрел на него в ответ и поклонился Чичинон заговорил Ким Хаджин, я не ответил Где мы? Я не ответил Что-то случилось с моей больничной палатой Я не ответил Вместо этого я достал свой пистолет и зарядил его убивающей богов пулей Хаджин Простодушный голос Чичинона причинял мне душераздирающую боль Я закрыл глаза и глубоко вздохнул Я бросил сигарету на землю и растоптал тлеющий пепел Затем я наконец заговорил Чичинон Си Вы слышали о семени дьявола? Что? Это нечто, чье существование в этом мире еще даже не подтверждено Смотря на Чичинона сверху вниз Я продолжил Я чувствовал, что должен объяснить, почему он должен умереть В некотором смысле, это был мой способ высказать уважение Но на самом деле это было лишь трусливое самооправдание Семя дьявола Это дьявол, который захватывает человеческое тело, почти как паразит Но как только семя прорастет, дьявол захватит тело своего хозяина, превратив его в свое настоящее я Моя одежда трепетала от сильного ветра Из-за сигарет, которые я курил впервые почти за год Я все еще чувствовал горечь во рту Я медленно поднял пистолет и направил его на голову Чичинона Чичинон Си Это семя в вашем теле Чичинон молча посмотрел на меня Ты станешь дьяволом Мое зрение стало размытым Мои руки бесконтрольно дрожали Мне мне очень жаль Держа пистолет обеими руками Я прикладывал все усилия, чтобы остановить дрожь Сделав глубокий вдох, я положил палец на курок Мне очень жаль, правда, мне жаль Однако я не мог не колебаться Передо мной возникло лицо Чина Юны Ее улыбающееся лицо в перемешку мелькало с Чичиноном Чувства, которые она испытывала ко мне, снова коснулись моего сердца Боль потрясла мое сердце, и горе сжало мое горло Я боялся Я боялся боли, которую она почувствует И тех ран, что я нанесу ей И в этот момент, лицо Чичинона пугающе исказилось В тот же миг из его тела вырвалось Сжигая землю и давя на меня Демоническая энергия Все его тело стало пепельно-черным Чичинон, а точнее, дьявол, овладевший его телом Потянулся ко мне От его смертельно-черных пальцев и кроваво-красных глаз Я чувствовал несомненное убийственное намерение Но даже когда его рука все ближе приближалась к моей шее Я колебался Из-за психического истощения у меня не было сил даже для того, чтобы нажать на курок Мое колебание должно было привести к моей смерти Однако никакой опасности не возникло Тихий и дальний Как будто весь мир замер Стоя посреди этого безмятежного леса Я посмотрел в глаза дьявола Его налитые кровью глаза замерзли и совершенно не двигались Но в них слабо виднелись слезы В этот же момент мое сердце сжалось Семя дьявола не смогло полностью прорасти и было заблокировано волей Чичинуна Чичинуна уставился на меня, подавляя зло в самом себе Я не мог ничего сказать Я никак не мог улучшить ситуацию Решение Чичинуна было ясным И я не мог придать его убеждений Я не мог сделать так, чтобы его усилия оказались напрасными Сжав зубы, я снова нацелил пистолет На этот раз я не буду колебаться Для меня и для вас Когда мой палец уже собирался нажать на курок В моей голове возникла маленькая мысль Чичинун, человек, которого я создал Он был добрым, мягким, самоотверженным и праведным героем Кван, я нажал на курок В одно мгновение, когда яркий свет, что вырвался из моего пистолета Окрасил окрестности в белый цвет Мир, казалось, начал отдаляться все дальше и дальше Убивающая богов пуля пробила лоб Чичинуна И уничтожила находящиеся внутри семя Его кровь и мозговая жидкость забрызгали все мое тело Кусочки его черепа впились мне в кожу А в моих ушах возник странный звон Мои ноги подкосились, и я рухнул на землю Все виды эмоций пронеслись через меня Мое лицо стало мокрым от слез, а может и от крови Аэркх Из моего рта вырвался неразличимый звук Я не мог сказать, был ли это крик человека или зверя Сегодня я убил Чичинуна Глава 205, похороны 1 Мое тело ощущалось невероятно тяжелым, а сознание охватило Головокружение В этой ситуации, когда я едва мог оставаться в здравом Уме, во мне возникло странное подозрение Этот мир, это роман или реальность? Внезапно те предложения, что я написал, создавая Свой роман, всплыли в моей голове Содержание моего романа ожило, и героические истории Чичинуна вспыхнули перед моими глазами Башня желания, битвы за артефакты и башня чудо Однако все это больше не сможет осуществиться Впервые меня охватило осознание того, что я убил человека Я услышал звук чего-то ломающегося внутри меня Этот мир просто роман Это был звук разбивающего убеждения Этого убеждения, ССС, на мокрый снег, покрывающий Землю, опустились черные ботинки Я в оцепенении поднял голову Темные зрачки Босса вошли в мое поле зрения Ее тело трепетало на снежном поле Позаботьтесь о трупе В моих ушах прозвучал голос Босса Я уставился на Чичинуна, который трагически лежал на снежной земле Половину его головы оторвало выстрелом Перед своей смертью он уже частично превратился в дьявола Демоническая энергия все еще буйствовала в его теле Что скоро вызовет воспламенение и огромный взрыв Босс помогла мне подняться В тот момент я заметил, что половина моего тела обгорела Тонкая одежда, которая была на мне, чтобы облегчить работу Джейн Практически полностью сгорела Как только я выстрелил из пистолета Хотя мои ноги были на земле Я все еще не мог стоять Все еще будучи потрясенным Моя голова упала на плечо босса Босс замерла не предпринимая ничего Чтобы изменить мою позу Вскоре рядом появился портал Изнутри вышли Джейн и Халифа Когда они увидели, что произошло Их выражения сразу же помрачнили В этот момент из трупа Чичинуна вырвалась демоническая энергия На этом моменте я потерял сознание 3 января особенно холодная, темная ночь Кван Чешенхюк распахнул дверь Внутри места отдыха трупов он встретил знакомое лицо Здравствуйте, Чешенхюк Си Субмидэксперт Ким Чжунха Через 11 лет после смерти жены Чешенхюка Они снова встретились Не тратя времени на приветствие Чешенхюк подошел к трупу Лежавшему рядом с Ким Чжунха Увидев труп, он стиснул зубы Холодный труп человека Чье лицо было наполовину взорвано Это был его сын Чичинун У тебя есть какие-нибудь сведения о подозреваемом? Чешенхюк всеми силами старался сохранить свое спокойствие Еще нет, должно быть На месте преступления был изоляционный барьер Там не осталось ни единого следа инцидента У следователей в наши дни были всевозможные сверхъестественные дары Психометрия, холодное чтение и т.д. Однако даже самые компетентные следователи Кореи не смогли найти никаких доказательств Это были джинны? Мы не уверены Но здесь же демоническая энергия Чешенхюк указал на черную энергию Сгустившуюся вокруг правой руки Чичинуна Я похож на дурака Из покрасневших глаз Чешенхюка потекли слезы Чешенхюк си Ким Чжунха тихо вздохнул У него не было другого выбора Кроме как сказать то, чего он не хотел говорить Это демоническая энергия Она из тела Чичинуна Что? Лицо Чешенхюка пугающе исказилось Ким Чжунха уставился на него подавленными глазами Эта демоническая энергия была высвобождена из его тела Но была остановлена во время путешествия по его венам Причиной этому, должно быть, была его смерть Как бы он ни пытался Чешенхюк не мог понять слов Ким Чжунха Нет, он отказывался принять это Демоническая энергия Она из его тела Это невозможно Если только Чичинун не стал джинном Если это вы Найти этого чертового ублюдка Который убил вашего сына Должно быть легко Ким Чжунха продолжил говорить В то время как Чешенхюк тупо смотрел на него широко раскрытыми глазами и учащенно дышал С мощью дыхен С силой Чичучхоля Даже начать неистовствовать в пандемониуме не станет большой проблемой Однако мы больше не в 80х Взгляд Ким Чжунха упал на правую руку Чичинуна Чичинун стал джинном Нет, я впервые вижу такую руку Это еще сложнее, чем дьявольская трансформация джиннов Вы можете посмотреть и убедиться, что этот процесс продолжается даже после его смерти Дыхание Чешенхюк стало еще более прерывистым Его глаза, впившиеся в Ким Чжунха, излучали убийственное намерение Я могу только предположить, что что-то произошло 4 года назад во время операции по подавлению джиннов Чтобы выяснить точную причину и найти виновного Потребуется вскрытие Ким Чжунха молча кивнул Когда его сын чудесным образом очнулся, он почувствовал себя на вершине мира Сегодня я потерял сына во второй раз Его сын умер слишком быстро, как будто он очнулся только чтобы попрощаться Этого было достаточно, чтобы оставить Чешенхюку душераздирающую боль, которая будет преследовать его всю жизнь Но я не хочу потерять его в третий раз Ради Наюны Я хочу похоронить его спокойно и мирно Глядя на Ким Чжунха, Чешенхюк договорил Из-за глубокой печали в его голосе Ким Чжунха просто не смог ничего сказать Из глаз Чешенхюка текли слезы Ким Чжунха со вздохом поклонился Сделаю все возможное Я пошел После этого Ким Чжунха ушел, предоставляя Чешенхюку время, чтобы побыть наедине со своим сыном В пустой комнате, где была только холодной остальной труб Чешенхюк дрожащей рукой гладил лицо своего сына Из-за слез, перекрывших его горло, он не мог ничего сказать У него было только одно желание Сын мой сын, надеюсь, в следующей жизни у тебя будет отец лучше Это было воспоминание из прошлого Хотя ему не хватало цвета и нескольких кусочков Это была часть памяти, которая часто появлялась у меня во снах Наюна Понаблюдав за тем, как я уже несколько часов практикуюсь в стрельбе из лука Аппа позвал меня Он, если это слишком сложно, можешь отдохнуть Он осторожно подошел ко мне и поднял мою руку Когда он увидел мою ладонь, которая кровоточила от волдырей И порезав его лицо погрустнело, но я в ответ покачала головой Я собираюсь стараться еще сильнее Я хочу стать героем, что будет даже еще лучше, чем Аппа Услышав мое высокомерное и смелое замечание Аппа улыбнулся и погладил меня по волосам Его руки были теплыми и надежными Я тоже надеюсь, что ты сможешь Кстати, ты не забыла о следующей неделе, верно? Мы идем в парк развлечений Поездка в самый известный парк развлечений Кореев и Риверланд Вместо того, чтобы чувствовать себя счастливой Та я, что была в моих воспоминаниях С обеспокоенным лицом покачала головой Название состоит из двух слов Навсегда и Земля Мой вариант перевода этого названия Если он кому-то нужен Это Вечная Земля Я не смогу поехать Я собираюсь кое-куда пойти со своими друзьями В самом деле, хотя он и выглядел разочарованным Он вскоре ухмыльнулся Тогда, полагаю, съездим в другой раз Аппа сейчас будет работать Так что не переусердствуй Если будешь перенапрягаться Не сможешь подрасти Увидимся позже, Аппа Это утро осталось таким ярким в моей памяти По одной единственной причине Той ночью Аппа впал в кому? Глава 206 Похороны 2 Ах, как только я проснулась Из моих глаз потекли слезы Ослепительный свет, что лился в комнату через окно Бил мне по глазам На горе Поктусан наступило утро Воздух в школе боевых искусств Юсихюка был чистым и освежающим Даже такого обычного для этого места феномена Маны Густого, словно барьер, тумана, нигде не было видно Я вскочила на ноги и посмотрела на место рядом с моей кроватью Здесь уже в рамках выстроились те драгоценные фотографии, которые я сделала с Аппой Хуху На моем лице появилась улыбка Осмотрев комнату, чтобы убедиться, что здесь никого нет Я вытащила фотографию, которую спрятала за ними Это была фотография с Ким Хаджином Она очень хорошо получилась Я смотрела на эту фотографию без какой-либо определенной причины Просто фотография получилась и вправду очень хорошей И это определенно не потому, что на ней был Ким Хаджин Ау, положив фотографию обратно, я потянулась Улыбнувшись теплому солнечному свету, что лился из окна Я пошла в ванну Ты уже проснулась, Унни Я же вроде объяснял, что это значит Да, как только я вошла в ванну, меня приветствовала маленькая 10-летняя девочка О, привет, ты сегодня тоже рано Чихли Меня зовут Чихли Да, точно, Чихли У Юси Хюка было 16 официальных учеников 8 парней и 8 девушек Они проходили обучение под руководством Юси Хюка и еще 5 человек Однако Ким Суха, я и 10 других членов лагеря не были включены в число официальных учеников Мы будем здесь только в течение зимних каникул, а потом исчезнем Ау, так хорошо Приняв душ, я прыгнула в горячий источник Нет ничего лучше, чем побыть в горячем источнике, который еще и богат Маной Отдохнув в нем 20 минут, я вышла Переодевшись в свою форму, я вышла во двор, где проходили утренние тренировки Ё, Чина Юна Ко мне сразу подошли Шин Джон Хак и Ким Суха Похоже, они тоже принимали ванну Я хихикнула и заговорила Разве сегодня не прекрасное утро? Ага, действительно прекрасное Я чувствую, что сегодня наконец могу тебя избить, так что тебе лучше быть осторожней Может это из-за ясного неба? Сегодня я чувствовала себя особенно хорошо Ким Суха ошарашенно посмотрел на меня и рассмеялся Почему ты сегодня такая энергичная? Потому что сегодня день писем А, 3 января Сегодня их десятый день на горе Поктусан В сегодняшнем расписании было одно особое событие Эн нет это здесь ни при чем На горе Поктусан электроника не работала Поэтому общаться с остальным миром было невозможно Хотя эту проблему и можно было обойти Мастер Юси Хюк оставил все как есть Однако сегодня был день, когда нам предоставлялась возможность для общения с внешним миром Сегодняшнее время писем было именно такой возможностью Она права, Ким Суха Единственный, кому она хотела бы написать письмо Прямо здесь, так что не неси ерунды Ты заткнись Боже Я ударил Ашин Джон Хака в плечо Он снова заставил меня нагрубить Последнее время я стараюсь исправить свою манеру речи Он идет К нам С руками за спиной Уже шел Юси Хюк Приготовьтесь Мы построились Как долго продлится сегодняшняя тренировка 10 часов? 12 часов? 14 часов спустя? Солнце уже давно зашло И наша адская тренировка наконец закончилась В настоящее время Чина Юна лежала на своей кровати Уставившись на лист бумаги Привет, я на горе Поктусан Звучит неправильно Она уже написала письмо Чичинуну Она просто писала то, что хотела сказать ее сердце 30 минут и письмо готово Однако, чтобы написать это письмо Ей нужно было куда больше Я на горе Поктусан тренироваться так легко А ты чем занимаешься? Нет, это ничем не лучше В конце концов, Чина Юна взъерошила волосы и отбросила ручку Я должна была прочитать хотя бы несколько книг Я вообще не умею писать Чина Юна вздохнула Но не желая упускать шанс Который появляется лишь раз в 10 дней Она снова взяла в руку ручку И в то время как Чина Юна пребывала в глубокой задумчивости Ток, ток Кто-то постучал в дверь И сразу же распахнул ее Че что? Испугавшись, Чина Юна сразу же спрятала письмо за собой Когда она медленно подняла голову То увидела, что на нее сверху вниз смотрит Юси Хюк Чина Юна Его голос был низким и мрачным Чина Юна положила письмо в карман и медленно поднялась Да, мастер М, вам действительно следовало бы сначала постучать Прежде чем войти в комнату к леди Выйди со мной на минуту Юси Хюк был нехарактерно серьезен Зачем? Просто выйди на улицу В отличие от того, как он действовал обычно Сейчас он почему-то выглядел добрым Последовав за ним Чина Юна все еще ломала голову Чтобы вспомнить, что она сделала не так 5 января День, когда были объявлены трагические новости Был ясным Услышав новости от отца и матери Юйон Ха быстро завершила встречу и села в свою машину Чичин он умер Ее родители больше ничего ей не сказали Юйон Ха почувствовала, что ее голова опустела Внезапно она подумала о Чина Юне Лишь пару недель назад она была взволнована, что ее брат чудесным образом очнулся Когда она вспомнила об этом, она почувствовала, как замерло ее сердце Хотя это не было ее делом или чем-то, что произошло непосредственно с ней Она чувствовала, что ее сердце сжалось от искренних эмоций Приехали, раздался мягкий голос Ючин уна Юйон Ха последовала за своими и вышла из машины Никто из журналистов не осмелился вломиться в похоронный дом Дэхён Что сделало это место еще более тихим и одиноким А, еле плетясь ко входу, Юйон Ха внезапно замерла Под тенью недалекого дерева она вдруг увидела знакомого человека Ким Ха Джин Он курил сигарету и со сложным выражением лица смотрел на здание Дэхён Почему он не входит? И он курит? Йон Ха, что ты делаешь? В этот момент Юйон Ху окликнула ее мать Ах, да, я иду Пока что Юйон Ха решила просто последовать за своими родителями внутрь Как только она вошла в небольшой похоронный дом Она огляделась в поисках Чена Юны Вскоре она нашла ее Чена Юна сидела в оцепенении Ее пустые глаза излучали только отчаяние Для Юйон Хи Чена Юна всегда была яркой и веселой Сегодня был первый раз Когда она увидела Наюну такой Проглотив свой вздох Юйон Ха встала перед семьей покойного Наюна Ах, Йон Ха ты пришла Чена Юна поприветствовала Юйон Ху Она попыталась беспечально улыбнуться Но это заставило ее выглядеть еще более жалкой Ее безжизненные глаза Казалось, были готовы разразиться слезами Однако она отчаянно сдерживала себя Юйон Ха поняла Именно такой девушкой была Чена Юна Да, подожди всего минутку Подправив платье, Юйон Ха встала перед портретом Чи Чену Най Вместе со своей семьей Поклонилась Чи Шен Хюк Си О, вы уже здесь Когда два отца начали свой разговор Юйон Ха вернулась к Чена Юне Она посмотрела ей в глаза и нежно сжала ее ладони Эм, Наюна, а где остальные? Я не говорила им Я не говорила им, поэтому не зови их сюда Голос Чена Юны был полон отчаяния Однако в этот момент Юйон Ха подумала о Ким Ха Джине, который ждал снаружи, куря сигарету Даже если ты так и говоришь этот человек уже снаружи Этот человек К отчаянию теперь добавилась крупица непонимания Ким Ха Джин Услышав имя, которое произнесла Юйон Ха Чена Юна снова впала в оцепенение Она, как будто ее поразила молнией Еще несколько мгновений совершенно не двигалась Я, я скоро вернусь Затем она вышла из похоронного дома Чена Юна не могла даже нормально идти Ее ноги слишком сильно дрожали То, как Чена Юна пошатываясь плелась вперед Слишком сильно отличалась от ее обычной энергичности Юйон Ха могла только чувствовать сожаление Глава 207 Похороны 3 Когда я открыл глаза, надо мной был незнакомый потолок Однако вместо того, чтобы назвать его просто незнакомым Правильнее было бы сказать, что это был самый роскошный потолок из всех, что я видел Потолок и стены были украшены многочисленными католическими фресками Когда я сосредоточился, яркость фресок, благодаря резонансу маны, стали еще четче Довольно загадочный механизм Ты очнулся? Пока я в оцепенении смотрел на фрески Рядом со мной раздался голос Обернувшись, я увидел босса, которая сидела на стуле Она пила чай и неотрывно смотрела на меня Ты спал двое суток Услышав эти слова, я быстро приподнялся За эти два дня могло произойти очень много всего Однако босс была абсолютно спокойна Не волнуйся, мы идеально все зачистили В данный момент в моей голове было много вещей, которые я хотел у нее спросить, но не мог Посмотрев на меня некоторое время, босс слегка улыбнулась Сегодня будут похороны Ах! Из моего рта раздался изумленный восклик В тот же миг в моей голове всплыли воспоминания о том моменте, когда я нажал на курок Похорона Чичинуна Имею ли я вообще право туда идти? Я сжал зубы Внезапно меня охватило сильное желание Я порылся в кармане, но почему-то не смог найти пачку сигарет Твое оружие здесь Не так поняв мои движения, босс указала на полку На ней лежал мой десерт Ягли Я осторожно взял его в руки Скорее всего благодаря тому, что он был покрыт эфиром Но мой пистолет остался абсолютно целым А где мы? Договорив, я убрал десерт Ягли в пространство клейма Увидев, как пистолет превращается в поток мана и просачивается в мою руку Глаза босса широко распахнулись Это довольно интересный способ хранения Ничего особенного Я пожал плечами Босс усмехнулась и гордо начала объяснять Это мой особняк, построенный на острове в Восточном море Ах, на случай, если ты что-то недопонял Весь этот остров, мой дом Вау, это удивительно Поскольку боссу нравилось Когда ее хвалили, я немного преувеличил свою реакцию Хуху, почему бы нам не открыть окна Босс гордо открыла окна Я посмотрел наружу Драгоценный океан, чистое небо и проникающий в комнату соленый ветер Это действительно тот пейзаж, которым стоит хвастаться Подожди, тогда как мы вернемся Хэм, у тебя нет личного портала Босс явно хвасталась Личный портал Это была система для богатых Если я правильно помню, в Пусане был один такой Тогда я бы хотел отправиться домой Ты можешь остаться и побыть здесь немного дольше Меня кое-кто ждет Понятно, босс неохотно вывела меня на улицу На неизвестном острове, на котором я находился, было много слуг Однако никто из них не был человеком Все они, марионетки, созданные магической силой босса Все, что они могли, выполнять заранее поставленные задачи Босс жила среди марионеток, которых она же и создала Это одинокое место Иногда нужно привыкнуть к одиночеству Мы направились к личному порталу босса После 10-минутной прогулки, во время которой мы наслаждались красивым пейзажем острова Я наконец мог увидеть этот так называемый личный портал Хотя он и был меньше, чем порталы на станциях Это все еще был высокотехнологичный магический инструмент Который исполнял свою роль так же хорошо, как и другие порталы Мне просто нужно войти в него Да, он должен быть подключен к Пусану Я пойду с тобой Мне нужно кое о чем позаботиться в Англии Босс кому-то позвонила Вскоре портал активировался, и мы вошли внутрь Как только мы прибыли на станцию порталов Пусана Мы прошли по коридору только для ВИП и остановились на перекрестке Пункт назначения босса Англия, а мой, Сеул Тогда увидимся позже Да Обменявшись легким прощанием, я ушел Закрыв глаза, я почувствовал, как мое тело охватывает магическая сила портала Шуун Когда я открыл глаза, я перед моими глазами уже был знакомый вид Сеульской станции порталов Я без особого труда покинул станцию и купил три пачки сигарет в ближайшем магазине Похороны Чичинуна должны состояться в похоронном доме Дэхён Найдя адрес с помощью книги истины, я туда и направился Вскоре я увидел тихий и мрачный дом Но я не мог заставить себя войти К тому же, я не думаю, что смогу пробиться через охранников, стоящих снаружи Поэтому, я просто решил посмотреть за процессом на расстоянии Я сказал себе, что вернусь, когда мое сердце успокоится Стоя под деревом, я достал сигарету Подкурив с помощью магической силы, я глубоко затянулся В мои легкие тут же направилось облако дыма Раз, потом еще, я подсознательно начал затягиваться снова и снова Хэм, затем к дому внезапно подъехала машина из нее Чтобы почтить память умершего, вышел четвертый гость Я проследил за тем, как Юйонха входит в похоронный дом Хотя я не встречался с ней глазами, у меня появилось неизвестное предчувствие Я почувствовал, что должен уйти, пока не стало слишком поздно Однако, пока я думал, стало слишком поздно Ах, из моего рта уже второй раз за день вырвался изумленный возглас Из дома вышла Чен Аюна, наши глаза встретились Ее глаза были полны слез, когда я увидел ее лицо, мои ноги перестали меня слушаться Топ, топ, Чен Аюна медленно шла ко мне На ней было траурное платье Ее движения были медленными, а звук шагов слишком четким Ким Хаджин Она оказалась передо мной, прежде чем я понял, что мне делать И позвала меня, так и не решив, что мне стоит сделать Я просто молчал Как ты узнал, тебе сказала Юйонха Чен Аюна заставила себя улыбнуться Она изо всех сил пыталась сделать вид, что с ней все в порядке Кстати, ты, что бунтарь, почему ты куришь? Однако эта натянутая улыбка делала ее лицо еще искаженней Почему ты не отвечаешь ей, дай ее мне? Внезапно Чен Аюна протянула руку, чтобы забрать мою сигарету Что, ты с ума сошла? Я выпалил это абсолютно подсознательно Поспешно бросив сигарету на землю, я наступил на нее Чен Аюна вообще не смотрела на сигарету Ее взгляд был прикован ко мне Курение делает это лучше? Вдруг спросила Чен Аюна Ее голос дрожал, а из глаз уже бежали слезы Мое зрение сразу же затуманилось Почему ты плачешь? Только когда она это произнесла, я понял, что и сам теперь плачу Я вытер слезы одной рукой Чен Аюна снова начала приближаться ко мне По одному шагу за раз Вскоре она была уже всего в одном шаге от меня Наши тела практически соприкасались Мне нужно было оттолкнуть ее Но я не мог заставить себя сделать это Мое сердце не могло согласиться с тем, что мой мозг велел мне делать Чен Аюна плакала Перед ее слезами мое тело застыло и не могло двигаться Что, что мне теперь делать? Тихо всхлипывая, она опустила голову, чтобы скрыть текущие слезы Затем ее лоб коснулся моей груди Я не мог дышать, внезапно я вспомнил, о чем думал раньше До тех пор, пока меня не раскроют Я могу сохранить эти отношения Я, я, но увидев, как Чен Аюна плачет Словно ребенок, я понял, что это точно и абсолютно невозможно Хуээн Чен Аюна обняла меня Мне было больно Мне казалось, что мое сердце разрывается Я пытался оттолкнуть ее, но она не отпускала На самом деле она прижалась еще ближе Боль, которую я чувствовал, усиливалась после каждой секунды Что, что мне делать без брата? Она, наконец, расплакалась Не в силах больше сдерживаться Она неудержимо задрожала Брат, брат, брат Ее сокрушенные горем рыдания были ядом, который просачивался в мое тело Бедный аппа, что мне теперь делать? Я не мог вынести момента, где мне нужно было смотреть, как ее трясет от горя Ее тело давило на меня Я слишком хорошо знал, что не имею права ее утешать Я не принадлежу этому месту Однако, прежде чем я понял, что делаю, мои руки уже обняли ее Чен Аюна вцепилась в мое тело так, как будто она пыталась заполнить пустоту в своем сердце мной Если я, если я, хуээн Слезы Чен Аюны пропитали мне грудь Мои слезы текли ей на плечи Холодный зимний ветер подул на нас И вскоре нас охватил горький сигаретный дым Ах, аааа Чен Аюна не смогла выдержать то горе, что давила на нее Ее ноги подкосились И вскоре она потеряла сознание от той боли, что разрывало ей сердце Именно тогда я наконец понял, что могу сказать Прости, это было единственное, что я мог ей сказать Мне очень жаль, Юйонха наблюдала за ними на расстоянии Ситуация была слишком меланхоличной и мрачной Чтобы ее можно было назвать трогательным воссоединением В голове Юйонхи мелькали всевозможные сложные мысли Если однажды Чен Аюна узнает правду Если однажды Ким Хаджин узнает правду Придет ли их история к печальному концу Или они преодолеют все трудности и достигнут своего счастья Юйонха не пыталась придумать ответ Она оставила вопросы будущего для будущей себя И, когда она уже собиралась вернуться в похоронный дом Чен Аюна внезапно лишилась всех сил и рухнула Она, несомненно, упала в обморок Юйонха быстро подбежала к ним Она в порядке В тот момент, когда она закричала Она встретилась глазами с Ким Хаджином Юйонха невольно вздрогнула Его глаза были пугающе пустыми Оставив Чен Аюну и Юйонхи Я вернулся домой Апартаменты в Сеуле Дом, где меня ждали Иван Дилихайн Остановившись перед дверью Я набрал пароль Би-би-бип Еще до того, как дверь открылась Я услышал шум внутри Я специально не заходил внутрь Кто это? Услышав, что пароль уже набрали Но дверь еще не открыли Иван Диль насмешливо зашептала Я улыбнулся и открыл дверь Я дома С моей точки зрения С тех пор, как я их видел в последний раз Прошло не больше полудня Но с точки зрения Иван Диль Она увидела меня впервые за два дня Иван Диль ярко улыбнулась И вбежала в мои объятия Хаджин Я встал на колени и обнял ее Иван Диль была легкой и теплой Затем я вдруг задумался Это я обнял Иван Диль Или Иван Диль обняла меня Я почувствовал Как что-то поднимается из глубины моего сердца Я содрогнулся от сдерживающей боли Хаджин Почему ты так поздно? Я ждала Прости Кое-что произошло Когда Иван Диль попыталась вырваться из моих объятий Я обнял ее еще крепче Ак Ты хорошо ела? Ун Мы заказывали еду Кстати Мне становится душно Я рад А ты ходила на прогулку? Я продолжал спрашивать Я немного ослабил руки Чтобы не навредить Иван Диль Да Мы с Хаин гуляли О, точно Я даже построила замок из песка с новым другом В самом деле Кроме этого я сказать больше ничего не смог Из-за комка в горле мой голос не выходил Глава 208 Похороны 4 Первым что я увидела Когда открыла глаза Был белый потолок Все в голове было каким-то мутным А зрение туманным Я сплю Или я все же проснулась Граница между реальностью и сном была неоднозначной Однако запах сигаретного дыма на моем теле быстро Просветил меня Это была именно та мучительная реальность Которую я отказывалась принимать Я не могла все время отрицать того, что произошло Хаин ин Чен Аюна всхлипнула Вздохнув она посмотрела в окно Возможно, потому что она высвободила все свои чувства Тот поток эмоций, что, казалось, разъедал ее изнутри Наконец исчез, оставив позади лишь некое спокойствие Ты очнулась? В этот момент раздался тихий голос Чен Аюна повернулась Мастер Спокойные глаза Юсихюка смотрели на нее сверху вниз В ответ Чен Аюна уставилась на него своими широко раскрытыми глазами Юсихюк вздохнул Ха, ты можешь вернуться на гору, когда захочешь А пока не торопись и отдохни Юсихюк редко отпускал учеников, которых принял Чен Аюна и Чичин Он были двумя из немногих учеников, которых он действительно признал А, не привыкши к доброте Юсихюка Чен Аюна лишь тупо уставилась на него Что, с этим какие-то проблемы? Нет, совсем нет Чен Аюна быстро покачала головой Хорошо, тогда, на самом деле Чен Аюна вдруг перебила Юсихюка и приподнялась Увидев черную траурную одежду, которая все еще была на ней Она почувствовала, как болезненно забилось ее сердце Однако Чен Аюна больше не хотела тратить свое время в пустую Как только похороны закончатся, я сразу же вернусь Она сжала кулаки Из глубины ее сердца начали подниматься решимость и уверенность Юсихюк с обеспокоенным выражением лица покачал головой Нет, ты не должна заставлять себя Я слышала о том, что его убили Чен Аюна стиснула зубы Ее отец мало что объяснил Только то, что на Чичин Уна напал неизвестный убийца Мне тоже так сказали Чичин он был одним из любимых учеников Юсихюка Ледяная ярость, что клокотала в нем, была заметна даже Чен Аюне Даже не думайте о том, чтобы взять дело в свои руки Мастер Чен Аюна посмотрела на свои маленькие и мозолистые руки Наконец она нашла что-то, что ей нужно сделать своими собственными руками Кроме того, это было нечто, что только она имела право сделать Я сама найду и убью его Юсихюк спокойно посмотрел на нее О, точно, внезапно, как будто она только что что-то вспомнила Глаза Чен Аюны широко распахнулись Мастер, пожалуйста, дайте мне четыре дня После этого я вернусь в лагерь Конечно, ах, нет, может быть лучше неделю М, если я вернусь через неделю, все будет в порядке Юсихюк прищурился Однако он ничего не мог сказать Чен Аюне, которая делала все возможные, чтобы скрыть свою печаль и показывать только гнев Просто свяжись со мной, когда будешь готова Спасибо, мастер ХМПФ Юсихюк поднялся со своего места и открыл дверь, чтобы уйти В этот момент в комнату собиралась зайти Юйонха Ах, здравствуйте Сэр Юсихюк Мне не нужно, чтобы ребенок так вежливо обращался ко мне Ак Юсихюк ткнул Юйонху в лоб, а затем прошел мимо нее Юйонха какое-то время смотрела ему вслед с надутыми губами А затем подошла к кровати Чен Аюны Юнха Привет, Наюна Тебе уже лучше? Да, теперь я чувствую себя намного лучше Кстати, Чен Аюна не закончила свое предложение Однако Юйонха знала, что она хотела спросить Он вернулся домой А, понятно, а где мой браслет? Юйонха указала на полку Чен Аюна сразу же схватила свой девайс и улыбнулась Эй, какие сейчас есть хорошие информационные гильдии? Было ясно, что она хотела сделать Юйонха сделала серьезное лицо и заговорила Оставь это мне Следующее заявление Юйонхи было сделано с явной гордостью Я возьму на себя ответственность и выясню, кто это сделал О, услышав трепетный восклик Чен Аюны Юйонха улыбнулась Поскольку мы друзья, я сделаю тебе 30% скидку Что? Чичучхаль, президент группы Дэхён Обладал уникальным хобби, которое было известно во всем мире Его хобби было коллекционирование замков И у бессмертного Чичучхаля уже было более 100 замков различных стилей Хо, в центре Франции, регионе Валидела Луар, был один из знаменитейших замков, который Чичучхаль когда-либо покупал Этот замок, Шато де Шенонса, был построен во времена Ренессанса и был важной вехой в городе Вот как он выглядит в оригинале Так как этот замок был одним из его любимых Чичучхаль, естественно, любил в нем оставаться В настоящее время Чичучхаль сидел на троне внутри замка Подумать только, что этот старик потеряет своего внука в таком возрасте Хотя Чичучхалю и было больше чем 80 лет Никто, кроме него, не осмелился бы назвать его стариком Его густые седые волосы были аккуратно подняты А его хорошо сложенное тело было подчеркнуто роскошным костюмом Единственной вещью, которая делала его похожим на старика Была трость, которую он всегда носил с собой Секретарь Ким, что вы думаете, я чувствую Чичучхуль задал вопрос своему секретарю, который кланялся перед ним Я не осмеливаюсь представить Услышав ответ секретаря, Чичучхаль встал со своего трона Ты прав Безразличные глаза Чичучхаля упали на секретаря Не в силах противостоять давлению этих глаз Его поклон стал еще глубже Прямо сейчас Шенхюк скорее всего проводит похороны Да, президент Че Шенхюк занимается поиском трупа и информации о убийце Он сказал, что хочет позаботиться об этом в тишине У них же есть труп? Да, Кун Трость Чичучхаля ударила по земле Учитывая то, что мой вспыльчивый сын молчит Должно быть что-то случилось с моим внуком Чичучхаль не отреагировал холодно на смерть своего внука Скорее он звучал апатично Взяв себя в руки, секретарь задал вопрос Что нам следует делать Им им независимо от ситуации Кто-то прикоснулся к крови клана Че Если я отпущу его с крючка Это не очень хорошо отразится на мне и моей репутации В голосе Чичучхаля все еще не было даже подобия эмоции Он говорил настолько спокойно Что казалось, что тема разговора это завтрашняя погода Позвони Ючин Хюку Да, понял, Чичучхаль слегка улыбнулся Ючин Хюк Хотя он и был членом клана Ю Его выгнали из-за большой ошибки Которую он совершил в прошлом Однако благодаря его полезным способностям Чичучхаль оставил его живым Так как казалось, что он уже сделал себе имя Чичучхаль почувствовал, что пришло время вернуть долг В таком случае Наталяйте